Продолжение следует... 24 часа в сутки, 365 дней в году. Эта вода перемещается через пустыни, по горам и даже между континентами. И все это происходит без насосов, электричества или ископаемого топлива. Вся планета в целом, почти 200 миллионов квадратных километров Земли, работает под воздействием солнечной энергии. Ничего не расходуется впустую, все вновь спускается в оборот. Но когда дело доходит до строительства наших зданий, мы рассматриваем механические системы отопления и охлаждения в конструкциях, как нечто само собой разумеющееся. Мы привыкли, что энергия передается по проводам в наши дома и офисы, и что каждый месяц нам приходит счет за электричество. Мы привыкли к тому, что нужно добывать нефть и газ из недр Земли, что электростанции и автомобили загрязняют окружающую среду, и что наше небо затянуто густым смогом. Это та цена, которую мы должны платить за удобство, предлагаемые технологиями. Но так ли это на самом деле? Что если, изменив проекты наших зданий, мы сможем прийти к сооружению конструкций, которые производят свою собственную, экологически чистую энергию? Что если, живя и работая в таких зданиях, мы будем экономить деньги? Что если бы ваш дом производил больше энергии, чем ему необходимо, и вы могли бы продавать эту энергию электросетям? Эти здания не проект будущего, они строятся уже сейчас, и применение таких изменений может быть проще, чем вы полагаете. Это работа вместе с природой, а не против нее. Это и есть сознательное строительство. Гибридные конструкции выполняются с использованием большого количества различных материалов. В Кораллосе, штат Нью-Мексико, в предместе Альбукерки, дизайнер Тед Оуэнс спроектировал и построил свой собственный дом с использованием как традиционных, так и прогрессивных строительных приемов. В конструкции сбалансировано все лучшее из двух миров. Производство электричества происходит с помощью высокотехнологичных фотоэлектрических панелей на крыше. А использование соломенных блоков и стен из глины позволяет получить стабильную температуру внутри дома. Несмотря на небольшую площадь, каждая комната кажется просторной и светлой. К тому же, строительство дома по площади не больше необходимого поможет вам сэкономить деньги, которые можно вложить не в дополнительные квадратные метры, а в эстетические элементы. Детали и дизайн интерьера также важны, как и экономия энергии. Выбор материалов был основан на их внешней привлекательности, простоте в использовании энергосберегающих способностей и объеме заключенной в их энергии, то есть того количества энергии, которое было затрачено при изготовлении данного материала. Окна были расположены так, чтобы естественный свет мог проникать в комнату, по крайней мере, с двух сторон. Более того, они были установлены таким образом, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, а также, чтобы можно было видеть внешнее пространство с наиболее удачных ракурсов. Данный метод проектирования удобен для визуального увеличения небольших помещений. Так комнаты кажутся больше, чем они есть на самом деле. Я построил этот дом в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, каково это работать с экологическими материалами, какие сложности могут возникнуть в процессе постройки, какие из материалов действительно хороши, и какие из них каждый из нас может легко использовать, если однажды придется заняться строительством. Мне нравится совмещать низкие и высокие технологии. Например, при строительстве крыши такие материалы, как салонную глину, которые всегда под рукой, нужно соединить с высокотехнологичными материалами, например, с фотоэлектрическими элементами, которые преобразуют солнечный свет в электричество. Кроме того, я обнаружил очень удачный баланс в использовании экологичных материалов при строительстве. Они вносят красоту и эстетику. И это очень мягкая, немного другая эстетика. Стены ровные, но не идеальные. Качество подобное ручной работе, несвойственное для стеновых плит каркасных зданий, из которых сегодня сделано большинство наших домов. Там все должно быть предельно точным. Нужно следить за тем, чтобы все углы оставались абсолютно прямыми. Стеновые плиты должны находиться на одном уровне друг с другом и соединяться в стык, чтобы избежать эстетического ущерба. Если появятся трещины и вмятины, вид уже будет не тот, потому что материал, с которым вы работаете, является твердым и не пластичным. Используя же природные материалы, вы буквально голыми руками можете формировать стены, подгоняя и выравнивая их. Ведь природные материалы, подобно глине, гибкие и пластичные. Я имею в виду, что можно класть адоб, не обращая особого внимания на едва различимые неровности на поверхности и в углах, а затем хорошенько отшлифовать их. Будучи дизайнером, я могу сказать, что эстетическая сторона играет здесь очень важную роль. И я считаю, это как раз то, о чем мы иногда забываем или просто не уделяем этому должного внимания при экологическом строительстве. Ведь если дом или здание, или любой другой объект, который вы создаете, не обладает эстетической ценностью, то существовать он будет недолго. В доме должно быть и удобно, и красиво. Вот о чем мы часто забываем, проектируя жилые дома в наших городах и мегаполисах. Я считаю, что основную сложность при строительстве собственного жилища из натуральных строительных материалов представляет стадия исследования. Здесь всегда приходится идти на компромисс. Не существует такого материала, который бы по всем параметрам превосходил другой. Соломенные блоки – это превосходный строительный материал. Но если вам приходится транспортировать их на грузовике за тысячи миль, то не будет ли разумнее поискать ему подходящую замену где-нибудь поблизости в вашем регионе? Еще один материал, на котором я остановил свой выбор и который необходимо использовать для термомассы внутри зданий – это Адоб. Этот материал очень легко достать в Нью-Мексико. Здесь его добывают, и он очень удобен в работе. Стены в этом доме облицованы чистой глиной, прямо из земли. Для изготовления крупных деревянных каркасов размером 150 на 150 миллиметров и больше мы всегда использовали уже бывшую в употреблении и переработанную древесину. И мы прилагаем усилия, чтобы она вписалась в нашу конструкцию. Таким образом, нам удалось получить эстетическое преимущество настоящих крупных бревен без рубки взрослых деревьев. Бревна я нашел на свалках или у друзей, занимающихся ремонтом или перестройкой. Температура зимой здесь может опускаться до 10 градусов по Цельсию ниже нуля ночью и подниматься лишь до 8 градусов тепла днем. Более половины тепла, необходимого этому дому, может обеспечить один лишь солнечный свет. Посредством тщательного планирования и дизайна мы можем использовать солнечный свет и перепады температур в полном объеме, сделать так, чтобы они работали на нас, а не против нас. Даже небольшие изменения в технологиях строительства могут значительно повлиять на эффективность использования энергии и на ее экономию. Например, немного изменив угол конструкции, повернув большую часть окон на юг, владелец дома может в перспективе сэкономить тысячи долларов на энергоносителя. Когда зимнее солнце движется по небу с востока на запад, солнечная энергия проникает внутрь дома через окна, выходящие на юг. Солнечный свет – это энергия, и когда этот свет падает на темные стены и пол, он превращается в тепло, подобно тому, как нагревается салон вашего автомобиля в солнечный день. Мощные земляные стены и бетонный пол в дальнейшем сохраняют это тепло. Это называется термомассой. Тяжелые материалы термомассы нагреваются под воздействием солнечных лучей, а потом в течение ночи медленно излучают тепло в комнату. Система проста и элегантна. Благодаря термомассе и изоляции температура внутри дома редко колеблется более чем на 3 градуса в течение суток, даже когда не используется механическое отопление. В холодную погоду окна, выходящие на север, будут лишь способствовать потере тепла, поэтому их немного. Эти окна небольшого размера, достаточного лишь для того, чтобы внутри дома было светло и чтобы летом можно было бы устраивать сквозную вентиляцию. На западной стороне дома только одно окно, так как через него послеобеденное солнце может перегреть внутреннее помещение дома. Два отверстия в разных концах потолка создают сквозную вентиляцию во избежание застаивания тепла. Летом температура в Альбукерке достигает в среднем 35 градусов по Цельсию тепла. Тем не менее, вечера приятно прохладны. Поддержанию комфортной температуры внутри дома в течение всего дня будут способствовать прохладной ночи, толстые внутренние стены из адоба и хорошо изолирующие наружные стены из соломенных блоков. Этого можно достичь, лишь открыв на ночь окна для охлаждения термомассы. По утрам окна опять закрываются, чтобы не пускать дневное тепло. На восток выходят три небольших окна. Консоль над главным входом создает тень над этой стороной дома, поэтому размер и количество окон может варьироваться. Окно кухни достаточно большое, чтобы можно было любоваться живописными горами, в то время как окна чердака и ванны используются лишь для вентиляции и освещения. Как и при любом строительстве, разработка дизайна начинается на бумаге. На бумаге легко оценивать и манипулировать как эстетическим аспектом, так и аспектом солнечной энергии. Проводя время за набросками дизайна, мы осуществляем одну из самых важных стадий в строительстве дома. Это полный план дома, который мы будем строить. Как видите, все стены сделаны из соломенных блоков. Они толщиной 45 см. И это обеспечивает хорошую изоляцию. Летом жаркий воздух, а зимой холодный, не проникают внутрь. Все внутренние стены дома сделаны из адоба. На рисунке они отмечены оранжевым цветом. Очень важно, чтобы было как можно больше термомассы. То есть внутри стены должны быть толстые, тяжелые, сделанные из адоба или камня, а сверху хорошо изолированные. Термомасса внутри, соломенные блоки снаружи, вот идеальное сочетание, необходимое для того, чтобы свести к минимуму потребности в отоплении и охлаждении. Но иногда даже в солнечных домах внутренние стены не делают из термомассы, таким образом теряя их эффективность, так как такие стены не только отдают накопленное тепло зимой, но и поглощают избыточное тепло летом. Это южная сторона дома. Вот наш главный вход. Далее через холл мы попадаем в основное жилое помещение. Эта секция столовая, и пол здесь выше на 45 см. Он определяет жилую зону. Каждая секция в отдельности слишком мала, чтобы быть самостоятельной жилой зоной, но так как они мягко разделены невысоким простенком в 90 см, то пространство кажется очень большим. Кухня расположена здесь. Далее идет северная сторона дома, которую мы не так часто используем, поэтому много тепла здесь не потребуется. Здесь находится кладовка, шкафы, подсобное помещение, где есть стиральная машина. Далее вот эта секция. Здесь находится ванная комната. Около главного входа техническое помещение, где мы держим безрезервуарный водонагреватель, напорный бак для колодца, а также стандартный водонагреватель для пола. От нас оно разделено рамочной стеной, практически единственной в доме. Она рамочная только потому, что в ней проложены трубы. Обратите внимание, что техническое помещение смежное как с ванной комнатой, так и с кухонной раковиной. То есть, путь горячей воды до раковин в ванной и в кухне, и до душевой очень короткий. Это экономит как саму воду, так и энергию для ее нагревания. Аккумуляторная также находится на северной стороне, и вход в нее только снаружи. А этот участок здесь, над кухней и входом, чердак. Это вид в разрезе того, как выглядит дом, если бы мы действительно разрезали его по центру. Вы можете увидеть толщину стены из-за дома в 60 см, которая отделяет жилую зону от зоны шкафов. Вы также можете увидеть толщину кровли, где тоже есть изоляция. Здесь также показаны толщины стены из соломенных блоков, которые вы можете увидеть здесь. Ее толщина 45 см. А здесь окно на южную сторону. Зимой солнце над горизонтом поднимается очень низко, и эта линия показывает, как зимнее солнце проходит прямо под свесом крыши, под окном, и проходит примерно на три четверти в жилую зону гостиной. Таким образом, солнечная энергия собирается на всей этой площади. Но летом нам не нужно, чтобы прямой солнечный свет проходил внутрь. Путь, по которому солнце проходит летом, солнце проникает внутрь под очень большим углом сверху. Летом угол солнца проходит здесь. И таким образом прямые солнечные лучи совершенно не попадают в дом. Угол солнца зимой, угол солнца летом. Солнечная энергия попадает в дом, солнечная энергия полностью отрезана от дома. Я по профессии дизайнер, а вовсе не строитель. И для меня было достаточно странно прийти к решению. Итак, ты будешь строить твой собственный дом. До того, как я начал работать над своим домом, наверное, самое большое, что я когда-либо строил, была крепость на заднем дворе моего соседа, когда мне было пять лет. Поэтому достаточно сложно было преодолеть этот внутренний барьер. Сложно не просто начать проект, а довести его до конца. Этот дом будет на 100% построен своими силами и силами субподрядчика. В основной команде, кроме самого Теда, будет его отец, Эл Омс, вышедший на пенсию электротехник и инженер-механик в области спутников связи. Хотя он и достаточно опытен в использовании электроинструментов для ремонта дома, это его первый опыт в строительстве дома с самого основания. Том Карсон, друг и сосед, учится на архитектора в университете Нью-Мексико. Том будет главным консультантом по строительству и будет работать в неполный рабочий день на всех этапах строительства. Хотя раньше он и принимал участие в постройке обычного деревянного каркасного здания, это будет его первый опыт работы с использованием альтернативных строительных материалов. Марк Стайнкам, также студент архитектурного отделения, тоже имеет опыт в традиционном строительстве. Он будет помогать, когда нужно, в процессе сооружения здания, покрытия крыши и кладки соломенных блоков. Это также будет его первым опытом в использовании альтернативных материалов. Первое, что мы построили, это мастерская типа гаража. Это позволило нам поэкспериментировать со строительными материалами и приемами, которые позже будут использованы в строительстве самого дома. Они включают каменную канаву в основании дома, земляные и соломенные стены, нетрадиционные утеплители на крыше. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как выбрано место расположения дома, начинаем рыть канавы для подготовки фундамента и завозим на стройплощадку соломенные блоки. Производство цемента генерирует около 7% парниковых газов на нашей планете. И этот факт неизвестен многим людям. Поэтому мы будем тщательно продумывать, как и где использовать бетон в строительстве нашего дома. В некоторых случаях мы не будем использовать его вообще и будем заменять более экологичными материалами. Ну а там, где бетон действительно незаменим, мы будем использовать его благоразумно, всякий раз, когда возможно, сразу в нескольких целях. В качестве структурного компонента, эстетического элемента и термомассы. Обычно для закладки фундамента используется значительное количество бетона, особенно если фундамент шириной 45 см, как стена из соломенных блоков. А закладка фундамента на каменной канаве уменьшает количество используемого бетона более чем вдвое. Один из способов закладки фундамента для дома из соломенных блоков вырыть канаву шириной около 45 см. Такова же и ширина соломенного блока и глубина максимального промерзания. Например, в нашем регионе это около 50 см. По строительному кодексу положено, чтобы фундамент был изолирован, поэтому мы положим 5 см пены на внешний край фундамента. Это уменьшает потерю тепла через фундамент. Потом все это заливается бетоном. В фундаменте получается огромный блок бетона, но это просто смертельное для стен такого вида. Поэтому мы будем использовать фундамент на основе канавы с камнями. Он будет тоже чрезвычайно прочным, но уменьшит количество используемого бетона более чем на 50%. 5 см пены для изоляции покрывают внешнюю сторону. А на дно канавы мы помещаем так называемый французский дренаж. По кодексу это должна быть перфорированная труба 100 мм в диаметре. А теперь о хорошем. Большая часть канавы заполняется 3-5 см дробленным камнем. Именно поэтому она и называется каменная канава. Именно камни заменяют цемент. Лишь верхние 30 см фундамента будут из чистого бетона. Также по кодексу полагается положить два прута арматуры. Теперь сравните два вида фундамента. Солидный блок бетона урезан более чем в половину в фундаменте на каменной канаве. И фундамент при этом не потерял свою структурную целостность. Теперь, когда канавы уже вырыты, мы можем начать прокладывать водосток по периметру всего фундамента. Все, что нам нужно, это положить 100 мм перфорированную трубу. И это позволит воде вытекать из-под фундамента, если когда-нибудь в будущем она туда попадет. Что происходит? Вода проходит через эти отверстия и по небольшому наклону стекается и выводится на более низкий уровень участка. Эта пена толщиной 5 см, она кладется с внешней стороны фундамента. Ее коэффициент изоляции примерно R10. В этом фундаменте у нее две функции. Во-первых, она будет служить изоляцией для самого фундамента. А во-вторых, она является внешней стороной формы для заливки бетона. Здесь видно, что мы положили пену где-то на 5 см выше, чем натянутая бечевка, которая указывает на верхнюю границу будущей заливки бетона. Когда пена будет закреплена, мы вернемся и срежем ее по уровню натянутой бечевки. И потом она будет выступать в качестве фиксатора для бетона с внешней стороны, а также уровнем для нас, чтобы выровнять бетон после его заливки. Бечевка, прикрепленная к обноске, используется для точного расположения фундамента, а также для определения его конечной высоты. Намного легче подравнять пену позже, вместо того, чтобы с самого начала пытаться разместить множество кусочков на нужной высоте. Чтобы выровнять пенопласт по нашим отметкам, мы используем брусок 2,5 на 5 см с парой гвоздей на концах для формирования пенопласта в нужное положение и для его сохранения в нем. Линия, которую рисует L, будет обозначать границу дробленого камня, а поверх этой линии будет залит бетон. По мере того, как мы укладываем гравий с внутренней стороны пены, земля укладется с внешней стороны на том же уровне. Это делается для того, чтобы пена не гнулась в одну или другую сторону, а также, чтобы она находилась строго на одной линии с нашей веревкой. Если бы можно было вырыть канавы идеальной ширины, то пену бы закрепляли ее земляные стены, и тогда у нас не было бы необходимости в ее дополнительном подкреплении землей. Но очень важно тщательно и компактно утрамбовать гравий и землю, чтобы избежать их оседания в будущем. Теперь, когда заканчивается подготовка фундамента, мы должны задуматься о прокладывании труб. Вот это дренажные сантехнические вентиляционные трубы для дома, которые в конечном счете окажутся под бетонной плитой. Мы вырыли яму около 75 сантиметров глубиной для прокладки туалетных труб здесь, а эта труба, которая идет параллельно, предназначена для серой воды. Она пойдет на душ, раковину и стиральную машину. Когда линия выходит на пределы периметра дома, труба серой воды проходит через клапан отвода воды, который пропускает эту воду в будущую перерабатывающую систему сточных вод. Во время строительства и использования серой воды не было разрешено в Нью-Мексико. Я предположил, что закон может однажды измениться. Так и произошло. Теперь система серой воды разрешена в нашем штате. И подключить эту систему будет довольно просто, так как все клапаны уже установлены. Имея доступ к клапану отвода, сточные воды могут быть когда угодно направлены назад в септик. Пройдя через клапаны отвода, серая и черная воды соединяются в одну, которая идет в септик. Ну а теперь мы займемся установкой подземных коммуникаций. Пока мы не залили бетон и не образовалась плита. В том числе мы проложим изоляционную трубу для электрических и телефонных проводов и кабельного телевидения. Мы вырвали лабиринт канав вокруг нашего строительного объекта, направляя каждую канаву в определенное место. Как видите, изоляционная труба проходит под всем фундаментом, даже под пеной по периметру и идет в канаву. Большинство канав для этой трубы мы сделали при помощи машины, которая называется канавокопатель. Она роет канаву около 15 сантиметров шириной, которой как раз и хватает для удобной прокладки трубы. Водопровод свежей воды мы делаем из медных труб. В этой канаве содержатся две линии свежей воды из медных труб, а к тому же пластиковая линия, по которой вода из цисцерны будет проходить внутри дома для непитьевых целей. А это формы для заливки фундамента под стены из-за дома, которые будут внутренними стенами нашего дома. Эти формы сделаны из досок 2,5 на 20 сантиметров, которые остались у моего друга после ремонта. Так что мы используем уже бывшую в употреблении древесину для изготовления форм, потому что после заливки в них бетона эти доски уже не будут ни к чему пригодны, и их придется выкинуть. Эта бечевка обозначает высший уровень заливки фундамента под полами, а верх фундамента под внутренними стенами будет находиться точно на таком же уровне, что и полы. На него мы будем укладывать кирпичи из-за дома. Следующий шаг – укладка арматуры в бетонной части фундамента. А для того, чтобы приподнять арматуру на 5 сантиметров над землей, мы будем использовать стальные вертикальные фиксаторы. Это делается для того, чтобы арматура находилась внутри бетона, а не просто лежала на земле. Обратите внимание, что арматура идет внахлёст на стыках и пересекается изнутри наружу на углах. Все это делается для дополнительного усиления. Пену мы затем отметим по высоте финальной заливки бетона. Мы сделаем это при помощи очень простого устройства, под названием водный уровень. Это не что иное, как длинная трубка, наполненная водой. Благодаря гравитации, вода в одном конце трубки будет точно на таком же уровне, что и в другом конце. При помощи нивелирной рейки мы выбираем точку, обозначающую должную финальную высоту. И она становится нашей главной точкой отсчета. Другой конец трубки мы обнесем по всему фундаменту и отметим ту же высоту, так как вода постоянно будет находиться на одном уровне. Это действительно низкотехнологичная система, она очень проста и аккуратна. На оба конца уровня мы одеваем крышки, чтобы, перенося его с места на место, вода не проявлялась из одного конца, когда второй конец находится выше. Хорошо, надеваем крышку. Надеваем. Уже одел. Дальше Том и Элл проводят линию, соединяющую высотные отметки на пене. К пене можно прикрепить несколько брусков 5х10 см, чтобы легче было спиливать пену ручной пилой. Дальше Том и Элл проводят мелом линию, соединяющую высотные отметки на пене. К пене можно прикрепить несколько брусков 5х10 см, чтобы легче было спиливать пену ручной пилой. Как видите, мы используем соломенные блоки для внутренней стороны формы для бетона. И вновь мы сохраняем деревья, так как используем соломенные блоки. А металлические столбы или кирпичи из адоба удерживают соломенные блоки на месте. А затем остается лишь поместить блоки в 45-сантиметровую ширину фундамента. Потом прикрепляем к блокам рубероя так, чтобы бетон не приклеился к соломе. И последний шаг. Вбиваем арматурные стержни 10-14 мм в диаметре в дробленный камень. Эти вертикальные стержни достаточно высоки, чтобы проходить через полтора соломенных блоков в законченной стене. В каждом блоке по два стержня. А алюминиевые банки, которые вы видите здесь, висят лишь для безопасности, чтобы никто не поранился стержнями во время строительства. Вот и все. Мы заказали бетон и готовы его заливать. Это сделает error. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось использовать тележку в тех местах, где не достает желоб бетономешалки И после того, как мы выровняли бетон до нужной высоты при помощи маяка, мы приступаем к его выравниванию мастерком А затем будем вставлять анкерные болты для поддерживающих свай Пена находится на нужной высоте, соломенные блоки немного выше Поэтому берем брусок 5 на 10 сантиметров и разравниваем бетон по уровню пена Мы опираем уровень на брусок и следим, чтобы было более-менее ровно по всему пути Вибрируя бруском, еще раз назад и вперед Ну а после этого мы берем анкерный болт, вставляем его и будем проворачивать его, пока он не встанет нужным образом Чтобы он прочно закрепился в бетоне И вибрируя бетон, проходим бруском еще раз назад и вперед Вот смотрите, я опускаю болт, а потом поворачиваю руку, чтобы болт встал в нужном положении А сверху торчал где-то на 3 сантиметра Позже мы вернемся сюда с бечевкой, чтобы убедиться, что анкерный болт на одном уровне с остальными Они должны находиться на одной линии Вы заметили, там где будет дверь, фундамент на 5 сантиметров ниже, чем везде Остальной фундамент выше на 5 сантиметров, потому что на него лягут соломенные блоки И по кодексу положено, чтобы соломенные стены были подняты на 5 сантиметров над полом А там где дверь, фундамент ниже Таким образом, дверь здесь на том же уровне, что и остальное пол дома Хорошо, что мы оставили заливку этой части фундамента напоследок В случае, если у нас закончится бетон И нам действительно его немного не хватило И это было идеально, потому что мы смогли вручную заполнить ее позже Мы дадим застыть бетон в течение 5 дней Чем дольше бетон выдерживать, тем крепче он становится Поэтому не надо спешить с его высушиванием Несколько дней спустя мы снимаем формы, открывая законченный фундамент Теперь можно начинать готовиться к заливке пола Пол всего дома будет из головы бетона, который мы покрасим под природный камень Это избавит от использования ковру, а также позволит собирать солнечную энергию За этим полом легко ухаживать, и еще он прочный и никогда не сотрется К тому же бетон будет хорошим проводником тепла для запасного водяного нагревателя пола Сегодня мы будем заниматься укладкой гидроизоляционного барьера под зоны полов Сверху мы собираемся уложить 5 сантиметров песка А песок нужен для того, чтобы предотвратить распыление пены вокруг Последние пару дней было ветрено, и песок действительно помог Арматурная сетка раскатывается поверх песка, и затем мы прикрепим к ней трубы для нагревателя Вода для нагревателя полов подогревается природным газом И используется как вспомогательное средство к его пассивному нагреванию солнцем Весь пол будет потом залить 10 сантиметрами бетона И эта поверхность будет служить законченным полом Это катушка трубы для водяного нагрева пола Она идет одной длинной петлей около 200 метров Трубу водяного нагрева мы кладем прямо на арматурную сетку И каждые 60 сантиметров мы привязываем ее арматурными крепежами Здесь это всего лишь кусочки проволоки Эти нагревательные трубы для пола сделаны из металлопластика И уже достаточно давно используются в Европе А самое хорошее то, что с помощью водяного подогревателя для пола Мы можем провести тепло туда, куда хотим, себе под ноги И что он в первую очередь нагревает нижнюю часть жилого помещения Если вы используете принудительное воздушное отопление Тепло выходит из воздушных вентиляторов и сразу же поднимается к потолку А у нас пол похож на камень, который нагрелся под солнышком И теперь излучает тепло Пыль не разлетается, воздух не движется Возможно, водяной подогрев для пола – самая дорогая система отопления при начальной установке Но она одна из самых экономичных в использовании Так как она рациональна и эффективна Одно из преимуществ использования этой системы в нашей регионе Это то, что местный поставщик радиантных труб Обсчитал нам весь процесс Сказал, сколько петель положить Насколько зон поделить всю структуру И это очень помогло нам в работе В сущности, мы принесли им предварительный план И они сделали все расчеты Поставили нам необходимые материалы И нам осталось лишь все проложить Теперь, когда все трубки на месте Пора подключить их к коллектору Коллектор – это кусок медной трубы Которая на этом конце соединяет пластиковую трубку с медной трубкой Которая потом идет к котлу Или, как в нашем случае, к водонагревателю Этот верхний коллектор с выходящей оранжевой трубкой Вход для горячей воды Это труба, которая идет непосредственно к водонагревателю Вода будет течь в этом направлении Проходя через всю заднюю часть дома А сюда возвращается холодная вода Вода поднимается сюда, теряя большую часть тепла Оставляя его внутри пола Эта медная труба потом ведет в воду назад, к водонагревателю Она снова нагревается и возвращается в эту трубу Теперь мы заливаем бетонные полы И собираемся сделать это немного иначе, чем обычно делают все Быстрым и рациональным способом было бы привести бетономешалку И залить весь пол сразу одной плитой Однако моя творческая натура рвется наружу И требует оставить себе время, чтобы придать бетону более органичные узоры Поэтому мы собираемся залить пол Маленькими частями, чтобы у нас было время применить наши творческие решения Прежде чем бетон застынет Еще одна причина для работы с такими моделями свободной формы В том, что у дома, построенного из соломенных блоков Изначально нет прямых линий Соломенные блоки мягкие Было бы трудно сделать из них идеальную ровную поверхность Мы используем адок И все у нас имеет вид сделанного вручную Позже мы будем использовать глину вместо штукатурки Итак, если бы мы для покрытия пола использовали что-то очень твердое и гладкое С четкими прямыми линиями То это не вписалось бы в общий вид настолько хорошо Как что-то с более свободными формами Поэтому мы делаем изгибы и все в таком роде Даже пол не идеально прямой И это позволяет сохранить тонкое чувство того, что весь дом сделан вручную Мы смешали цемент для пола в бетономешалке, которую взяли на прокат У меня было свое представление о том, как должен выглядеть пол Поэтому мы решили заливать неровные секции Это действительно очень трудоемкая работа И мы всегда засекали время, чтобы закончить секцию до того, как цемент застынет Мы выравниваем бетон, затирая его деревянным мастерком А затем завершаем его металлическим полутерком Я использовал один прием для рисования линий на полу Взял бамбуковую палочку И стоя здесь, просто смотрел вниз и прорисовывал линии Так как, находясь на высоте от пола, очень легко сразу видеть, что получается А теперь я просто нахожу легкие линии, которые нарисовал бамбуковой палочкой И углубляю их И использую я для этого инструмент, формирующий края Я просто вставляю его в линию Вжимаю его в мокрый бетон И как бы вскапываю или прорезаю материал вот так И как я уже сказал, мы оставляем его как бы немного незавершенным И потом я просто прохожусь по нему металлическим полутерком Позволяя трещинам принимать форму, какую получится Поверхность будет неровная Но это часть вида этого пола Приступим к работе с треугольным мастерком Видите, вы просто водите туда-сюда, пока щель не будет выглядеть так, как вам надо И у вас получается такой пол, как вы хотите Когда он застынет, вы просто можете продолжить работу над швами Вот и все Заметьте, что здесь я использую доску Чтобы мои колени не утопали в сыром бетоне И я просто опираюсь на нее Она распределяет мой вес на мокром бетоне И оставит лишь небольшой след, когда вы закончите И его можно зачистить с помощью мастерка Заливка пола заняла несколько изматывающих дней Однако наш тяжелый труд вознагражден Мы закончили заниматься полом Который немного отличается от стандартного бетонного пола И он будет смотреться очень неплохо, когда мы закончим его Протравим кислотой и покроем жидким раствором На конец сегодняшнего дня дон начнет расти в вертикальном направлении Системы водоснабжения также были разработаны для максимальной эффективности Без ущерба для комфорта и удобства владельца дома 3% всей электроэнергии США используется для работы заводов по водоочистке И использование воды в наших домах ведет к большим загрязнениям окружающей среды И использованию электроэнергии за сотни километров отсюда Чистая вода становится ограниченным удовольствием в нашем мире Потоки дождевой воды обычно расцениваются как что-то отходное И их уносят в канализацию, создавая еще больше загрязнений где-то еще Чтобы увеличить экономичность, в этом доме будет использоваться дождевая вода Которая собирается с крыши для смывания туалета Линии холодной воды для стиральной машины и для поливки сада Горячая питьевая вода подается из колодца во дворе На каждые 25 миллиметров дождевой воды, которая падает на 75 квадратных метров крыши Мы соберем около 2 кубометров воды Даже в пустыне Нью-Мексико с осадками 200 миллиметров в год Можно наполнить бак объемом в 5 кубометров несколько раз И запастись водой на солнечные дни Чтобы найти самый дешевый бак, я изучил много вариантов Бетонные, стекловолоконные, железные Вот лишь некоторые из имеющихся на рынке Для моих целей идеально подошел полипропиленовый бак на 5 кубометров Такой легко купить Он легкий по весу и обходится примерно в 3 рубля на литр мощности К тому же пластик очень легко сверлить Поэтому будет легко присоединить к нему трубы Мы наняли экскаватор, чтобы вырыть яму Когда яма готова, двое людей могут разместить бак на место Благодаря его легкому весу Закопав бак в землю, мы защищаем его от зимних морозов И от летнего солнца, которое может повредить полипропилен Теперь, когда цистерна в земле, остается лишь подключить трубы Сама цистерна состоит из пяти основных компонентов Через пластиковую трубу диаметром 100 мм Вода из водосточных труб попадает в цистерну Когда цистерна заполняется полностью, труба водослива спускает лишнюю воду в нижнюю часть двора Напорная линия берет воду со дна бака и направляет ее в соответствующий водяной прибор В доме через отдельный водопровод Водонапорный бак находится внутри полипропиленового барабана на 200 литров Закопанного в землю Благодаря 45-сантиметровым стойкам смотровые люки выходят на уровень земли Эл сейчас конструирует три треугольные перекрестные скобы Которые будут использоваться для укрепления стен цистерны Нельзя допускать, чтобы полипропиленовые баки высохли А так как наша цистерна может практически опустить в промежутке между дождями То может возникнуть ситуация, когда стены бака прогнутся внутрь под давлением земли снаружи Укрепляющие скобы, сделанные из пластмассовой канализационной трубы Влажны обеспечить достаточную поддержку при данном виде почвы, имеющемся на нашем участке Заранее сделать немного дополнительной работы, чтобы избежать проблем в будущем Это всегда время, потраченное с пользой Первые несколько литров воды, стекающей с крыши Самая загрязненная порция, содержащая грязь, птичий помет, листья и тому подобное Поэтому первые несколько литров воды мы сливаем Так что в цистерну идет лишь самая чистая вода Это достигается при помощи так называемого омывателя крыши В нашем случае это небольшой бак, зарытый в землю Куда стекает первые несколько литров воды с крыши Чтобы избежать их попадания в цистерну Вода медленно наполняет цистерну Попадает в трубу и лишь затем начинает стекать в простой песчаный фильтр Фильтр она депонирует через перфорированную трубу Лишь для того, чтобы распределить тяжелый груз воды во время налива Затем она фильтруется и просачивается через песок Собирается в другую трубу внизу этого маленького бака А затем направляется в цистерну К омывателю крыши подключена дренажная линия Чтобы загрязненная вода выливалась из него Надо лишь приоткрыть кран и она начнет медленно сочиться из него А затем переустановится до следующего дождя При закупке пустой цистерны в землю Есть риск повредить ее или прогнуть под давлением земли снаружи Чтобы уравновесить это давление изнутри Мы используем водовоску и наполняем цистерну водой По мере того, как насыпаем землю снаружи Награду мы получаем на своем участке полную цистерну воды И мы можем использовать эту воду во время строительства И это очень хорошо, потому что колодец для получения питьевой воды Будет вырыт гораздо позже по проекту А металлическая крыша на дом пока еще не установлена Поэтому мы никак не сможем собрать необходимое количество воды Когда сандом и ландшафтные работы будут закончены Цистерна не будет видна, так как она полностью спрятана в земле Виден лишь смотровой люк Сняв крышку, можно проверять уровень воды в цистерне Также можно проводить текущий ремонт и чистку цистерны раз в несколько лет Если возникнет необходимость Благодаря относительно низким температурам под землей Вода остается прохладной и свежей 200-литровый барабан, в котором заключен напорный бак и насос Также убран с глаз долой Крышка из плетника обеспечивает доступ к нему при необходимости А весь агрегат, накорный бак и насос можно легко вынуть из барабана для текущего ремонта Легкое доставание агрегата обеспечивает также сочленение из гибкого шланга Маленький 24-вольтный насос подает воду на весь дом через отдельный водопровод Голубой напорный бак хранит воду Обеспечивает достаточно давление для одного водяного прибора Чтобы насос не включался при использовании одного из водяных устройств Чтобы качать питьевую воду из муниципального водопровода Или даже из колодца Требуется огромное количество электричества А это крайне неэкономно, если принимать во внимание тот факт, что ее большая часть будет использована не для питья, а лишь попадет в канализацию Экономить питьевую воду и использовать ее по прямому назначению Гораздо разумнее, чем смывать ею туалет Адоб Адоб – один из старейших строительных материалов в нашем регионе Это необожженный кирпич, сделанный из глины При должном уходе здания, построенные из Адоба, могут служить сотни лет При этом Адоб имеет замечательный вид В нем низкий уровень заключенной энергии Он способствует стабилизации температуры в здании И он легок для использования в строительстве Из всех материалов, которые я использовал для строительства этого дома Адоб, наверное, мой самый любимый С ним так легко работать Это такой простой материал В качестве строительного раствора используется глина И с ней легко работать руками Постройка получается не только красивой, но и энергоэкономичной Первый ряд кладки полностью затвердел Так положено по кодексу И это значит, что полностью затвердевший Адоб не должен размекать в воде Если она попадет в нашу постройку Чтобы этого добиться, мы укладываем его на цементный раствор Так что теперь он уже точно не размякнет в воде Все последующие ряды кладки Адоба ведутся на глиняном растворе И идут до самого верхнего ряда Поэтому они укрепляются связующей балкой Связующая балка – это цельная бетонная балка, которая устанавливается сверху стены из Адоба И структурно удерживает ее Также связующая балка служит для прочного крепления крыши к стенам Кирпичи из Адоба размером примерно 10 на 25 и 35 сантиметров Основной термомастной стеной будет служить внутренняя стена толщиной в 60 сантиметров Сложенная из двух рядов кирпичей, выложенных внахлёст Здесь один ряд кирпичей будет выложен в длину по всей длине стены А второй ряд будет выложен в ширину Положенные таким образом кирпичи образуют стену шириной в 60 сантиметров Которые требуются нам для создания термомассы А следующий слой кирпичей будет выложен наоборот Таким образом получается перекрытие в 10 сантиметров, положенное по кодексу Как вы видите, между кирпичами из Адоба есть зазор шириной в палец Мы этот зазор на первом слое заполним цементным раствором А на всех последующих слоях мы будем использовать глиняный раствор вместо цементного Раствор, используемый для строительства стен из Адоба, сделан из глины, как и сам Адоб Мы его купили в виде сухой смеси Другими словами, это то же самое земляное сырье, из которого изготавляют и Адоб У нас в специализированной фабрике Нам его привезли на мусоровозе И все, что нам осталось сделать, просто добавить воды Как видите, смесь должна быть очень густой Чтобы при кладке Адоба грязевой раствор не стекал по бокам Когда его замесили, раствор можно укладывать на Адоб при помощи мастерка, или руками, или чем угодно Просто распределяете раствор по всей длине А затем аккуратно кладете на него кирпич из Адоба И пока чего устанавливаете его в нужное положение Обратите внимание на бечевки, по которым мы ровняем кладку Адоба Этот метод называется кладка по маяку Он используется для того, чтобы стены получались ровными И мы не беспокоились, что по окончании кладки окажется Что стена наклонена внутрь или наружу Это один из приемов, который требует немного больше времени и дальновидности Но в итоге экономит нам много времени в процессе строительства Это порядовки На них стоят номера Каждый номер обозначает высоту каждого слоя Адоба Вот как это работает После того, как положен один слой Адоба Маячок, который иногда называют веревкой Мейсона Поднимается на одно деление Эта веревка туго натянута между порядовками Для того, чтобы располагаться идеально горизонтально При условии, что порядовки у вас стоят ровно в процессе всего строительства Кирпичи из Адоба кладутся так, чтобы они едва касались бечевки Таким образом, стены будут ровными и прямыми с минимальными усилиями А сейчас я покажу, как разрезать кирпич из Адоба Кладете его на какую-нибудь опору Мастерком или чем-нибудь другим помечаете и углубляете линию разреза А затем можно расколоть его либо боковиной мастерка, либо топориком Как делаю это я Мы углубляем топорик в Адоб и делаем зарубку в месте разреза Глубиной около полутора сантиметров Затем мы перекладываем кирпич из Адоба на цементный блок И легонько бросаем его на угол блока И получаем хороший чистый разлом Мы кладем металлические рамки на каждый четвертый ряд кладки из Адоба Укрепление стен при помощи проволоки дает им дополнительную силу Особенно в зонах повышенной сейсмичности Металлическую рамку мы затем покрываем глиняным раствором Электрические провода в стенах из Адоба проходят как раз между слоями Адоба и глиняного раствора И как вы видите, здесь провода укладываются на верхний слой Адоба И они оказываются как раз между дополнительным слоем глины и кирпичами из Адоба Это подземный кабель Он предназначен для прокладывания под землей И как видите, мы кладем глину прямо на него Эти кабели укладываются на ряд кладки, на уровне которого нужно сделать розетки В этих местах он будет выходить из стены Есть отличие в том, как делать розетки в стенах из Адоба Их надо прибивать на деревянную основу Поэтому я беру обрезок доски размером 25 на 100 мм И прикручиваю электрическую коробку непосредственно к доске И сзади электрической коробки мы используем устройство Которое не позволит проводам выпадать назад И мы оставляем все как есть, пока не придет электрик и все не подключит А затем мы сверху кладем Адоб с глиняным раствором Как бы формируя сэндвич структуру Которая действительно будет удерживать коробку на месте и не позволит ей двигаться Иногда бывает необходимо к стене из Адоба присоединить рамочную стену Есть несколько способов сделать это Можно использовать гринго-блоки, а можно крепежные болты Гринго-блок сделан из двух досок размером 50 на 100 мм Это всего лишь пустотилый блок, который вставляется вместо одного из кирпичей А затем наполняется раствором К этим доскам можно будет затем прибивать гвозди В отличие от блока из Адоба У которого просто нет структурной прочности для удержания гвоздей и болтов Болты можно вставлять между двумя слоями Адоба Но надо использовать между ними обыкновенный цементный раствор Крепежный болт имеет несколько изогнутую форму Поэтому он очень прочно держится в цементе И делает нашу структуру прочной, как камень Адоб замечательный материал для строительства Каждый день стена растет, превращаясь в законченную форму В отличие от рамочных стен, в котором нужно крепить кипс-картон, а затем шпаклевать Стена из Адоба выглядит закончена на каждом этапе Так что это действительно красиво смотреть, как растет стена из Адоба Стена из Адоба Стены из термомассы обходятся дороже при строительстве, чем обычные стены из деревянных рам. Однако эти затраты компенсируются тем, что отсутствуют расходы на кондиционирование воздуха, прокладку воздухопроводов во время строительства, а также расходы на ремонт и электроэнергию в течение всего срока жизни постройки. Увидеть всю ценность постройки на долгое время можно лишь оценив ее в комплексе. Сейчас мы покажем три различных способа изготовления форм для связующих балок. Том сейчас режет блоки из Адоба при помощи дисковой электропилы с каменно-резанным ножом. Мы будем их использовать в качестве формы для самой связующей балки. Первая система, которую мы используем здесь, предназначена для стен шириной в 60 см. И так как они шириной 60 см, по кодексу Нью-Мексико положено, чтобы балка покрывала лишь две трети ширины. Это дает нам пространство для маневра. И мы можем использовать другой материал при создании формы для связующей балки. Итак, я кладу резанные блоки из Адоба на глиняный раствор. Блоки нарезаны нужной высоты, чтобы толщина балки была как минимум 150 мм. Мы формируем желоб, в который чуть позже зальем бетон. На более узких стенах, таких как стандартные стены толщиной 25 см, мы используем более традиционный подход при формировании связующей балки. Мы делаем ее из дерева. Берем обрезки досок, собираем в нужную форму, и Эл устанавливает эту сборку на стену, и закрепляет ее, чтобы она не упала. Внизу у нее крестообразные проволочные крепления, то есть это надежная опора для крепления форм. Здесь очень важна точность. Надо следить, чтобы все было прямым и на одном уровне. Заливка из бетона была толщиной как минимум 150 мм. Установив все на место, мы возвращаемся для того, чтобы добавить туда арматуру. В том месте, где стена 25 см шириной, соединяется со стеной в 60 см, арматура перекрещивается на дальней стороне. Этот прием используется для укрепления стен. У связующей балки три параллельных ряда арматуры. Она проложена на маленьких стальных фиксаторах, то есть арматура приподнимается и будет находиться внутри бетона, для придания стенам дополнительной прочности. Так как дом наш небольшой, мы носим бетон наверх стены при помощи ведер. Вставляя анкерные болты в связующую балку, мы готовимся к креплению стропил к стенам из адоба. Здесь также есть у нас блок связующей балки. Он похож на цементный блок, однако в нем вырезаны выемки. С их помощью мы выбиваем внутренние перегородки из блока. И теперь эти кусочки становятся опорой для арматуры, а это очень удобно. Затем мы берем блок, кладем его и замазываем раствором. Выравниваем по уровню маячка. Кладем в него арматуру и всю полость заливаем бетоном. Стены из термомассы закончены. Теперь наш проект переходит в стадию сооружения каркаса. В нашем доме нагрузка крыши ложится на структуру из столбов и балок. Соломенные блоки используются лишь для наполнения и не принимают на себя никакой структурной нагрузки. Это означает, что у нас есть серия столбов 100 на 100 миллиметров, на которых сверху лежит балка. В нашем случае балка имеет размер 100 на 200 миллиметров. Вообще-то она состоит из двух досок 50 на 200 миллиметров, прибитых друг к другу гвоздями. И так, как я уже сказал, нагрузка несет на себе столб. Он закреплен в фундаменте для стены из соломенных блоков. Фундамент имеет ширину 45 сантиметров. Он приподет на 5 сантиметров над уровнем пола, чтобы предотвратить попадание влаги. А это арматура, которую мы вставили в процессе заливки фундамента. Еще раз повторюсь, соломенные блоки выполняют лишь изоляционную функцию. Из них формируются стены, но никакой нагрузки они не несут. Все остальные стены в этом доме стандартные, каркасные стены из дерева. Мы используем доски 50 на 150 миллиметров, потому что в этих стенах будет порожен не только водопровод питьевой воды, но и также дренажные, сантехнические и вентиляционные трубы. В нашем доме очень мало каркасных стен, а имеющиеся используются для размещения труб. Используя доски 50 на 150 миллиметров, мы можем просверлить отверстия в 50 миллиметров для дренажных, сантехнических и вентиляционных труб непосредственно в стойке, и структурно она останется сильной. Мы возвращаемся для установки соединительной пластины на изогнутые болты, которые мы вставили во время заливки фундамента. Эти пластинки крепятся к болтам для того, чтобы мы смогли надежно установить столбы 100 на 100 миллиметров, являющиеся частью нашей структуры из столбов и балок. Этот металлический колпачок предохраняет деревянные столбы от контакта с бетоном и не дает им впитывать влагу. Мы устанавливаем этот угловой столб, выравниваем его в обоих направлениях, скрепляем, и теперь мы можем начертить линию, по которой мы расставим оставшиеся столбы. Затем мы прибиваем каждый столб гвоздями к соединительной пластине и при помощи уровня проверяем, ровно ли он стоит. Затем с обеих сторон мы закрепляем временные перекрестные перемычки. Они очень важны для того, чтобы столбы стояли ровно в процессе всего строительства. После установки стропил мы снимем эти временные крепления. КОНЕЦ КОНЕЦ Затем при помощи водяного уровня мы проверяем, чтобы палка была на одинаковой высоте по всему дому. Мы выбираем один столб в качестве эталонной высоты, а затем переносим водный уровень с одного столба до другого и помечаем эту высоту на остальных столбах. Затем нам нужно лишь обрезать столбы по отмеченной высоте. Все просто и точно. Сама периметральная балка сделана из двух досок 50 на 200 мм, соединенных друг с другом гвоздями, причем соединения расположены со смещением. Эта непрерывная балка идет по всей длине дома, она чрезвычайно крепка. Из-за ее длины потребуется несколько человек, чтобы установить ее на место. Идите вперед, а как пройдете второй столб немного назад, а затем опять вперед. Вот эта каркасная стена была сделана из двух досок 50 на 200 мм. Она была построена на земле, а затем ее установили на место. Мы устанавливаем ее на изогнутые болты, выравниваем, добавляем клинья для удержания ее на месте и закрепляем. Эл устанавливает опорную подкладку 50 на 150 мм наверху крепежной балки стены из Адоба. Эта опорная подкладка используется для крепления стропил к стене из Адоба. Она крепится на место болтами, которые мы установили в крепежную балку, когда заливали ее бетоном. Как в холле, так и на кухне мы используем уплотняющие балки. Эти сочленения будут визуальным элементом потолка, а также будут поддерживать пол чердака. На южной стене соединение с балкой будет скрыто внутри стены из соломенных блоков. Мы использовали металлические скобки на этой стороне для максимальной прочности. Балки на противоположной стороне будут видны, поэтому на ней мы прикрепляем балки гвоздями с другой стороны. Опять же, соединение получается очень крепким. Полы на чердаке сделаны из осины. Осина – быстрорастущее дерево и считается более экологичным в использовании, чем сосна или дуб. Правда, у нее есть один недостаток. Она очень мягкая. А так как на чердаке не будут много ходить, пол не будет слишком сильно изнашиваться. Поэтому мягкость дерева не представляет реальной проблемы. Но добавляет экологического качества всему дому. Мы используем дерево, которое наилучшим образом подходит для данного места. Структура крыши сделана из так называемых предварительно сконструированных стропил. Они собираются в одной фирме, которая специализируется на системах такого типа. И как вы видите, стропилы сделаны из досок 50 на 100 миллиметров. Это сэкономило намного древесины, но они все же очень крепкие. А также это сэкономило нам время, немного денег, и то, что нам не пришлось их строить самим. Мы послали спецификации стропил их производителю, и они их изготовили и собрали. Обназначенный день доставили их нам, и теперь они готовы к возведению на место. Глубина стропила рассчитана на размещение изоляции с коэффициентом как минимум R55. При строительстве маленького дома стропилами можно легко маневрировать, и достаточно двоих человек для их переноски. Том и Марк устанавливают вертикальную опору 50 на 100 миллиметров, которая будет использоваться для крепления первой стропильной конструкции. Это временное крепление, и мы снимем его после того, как стропила будут установлены. Уверха стропильной конструкции мы крепим веревку, и скоро вы увидите, зачем мы это делаем. Одна за другой стропильные конструкции устанавливаются на место и закрепляются. Мы заранее обозначили местоположение каждой из них. Во всех местах, где стропильные конструкции крепятся к балке, мы использовали металлические скобы. Их также называют ураганными ремнями. Они обеспечивают очень крепкое механическое крепление, превосходящее гвозди и болты. Благодаря этим скобам крыша не покосится в сильный ветер. По мере того, как проходит день, мы неторопливо размещаем стропила на их места. Это временная перекрестная скрепа, которая будет выравнивать стропила, пока не будет установлена кровля. В ближайшее время они будут удерживать крышу от наклонов вперед и назад. Позже эти временные крепы будут сняты. А теперь вернемся к веревке. Если Марк потянет за веревку, стропильную конструкцию можно установить идеально вровень с балкой внизу. Том использует свинцовый груз, чтобы визуально проследить, вровень ли с балкой становится стропилой. Так, когда свинцовый груз находится ровно над балкой, мы знаем, что стропильная конструкция тоже находится вровень над балкой. Предварительно собранные стропила не включают консоль крыши для контроля над сбором солнечной энергии. Поэтому мы сами прикрепим к ним выступающую часть стропильной ноги размером 50 на 150 мм. Это сэкономило нам значительное количество древесины, потому что верхний элемент стропильной конструкции можно сделать из досок 50 на 100 мм, вместо 50 на 150 мм. Короткую доску 50 на 150 можно легко прикрепить к стропилам и обрезать до нужной длины, когда все части будут на месте. Доска 50 на 150 мм использовалась в основном из эстетических соображений, просто она смотрится лучше, чем доска 50 на 100 мм. И мы можем получить красивый вид, не перестраивая полностью все стропила. На следующее утро, после того, как целый день накануне мы потратили на установку стропил, мы можем уже ходить по комнатам и впервые почувствовать масштаб нашего дома. Это так здорово! Я имею в виду, что наконец-то дом становится похожим на дом. Так много работы, проделанной до этого времени, кажется незаметной. Но теперь, когда я еду по улице, я вижу, как мои наброски воплотились в жизнь в виде настоящего дома. Крышу над комнатами с северной стороны мы построим сами, вместо того, чтобы использовать заранее собранные стропила. Том обрезал все верхние доски 50 на 150 мм до нужной длины, и теперь делает на них зарубки, чтобы они плотно прилегали к периметральной балке 50 на 200 мм. Это придает доске 50 на 150 мм ровную поверхность, благодаря которой ее можно прибивать гвоздями и прикручивать к балке, на которой она будет располагаться. А Марк затем прибьет и прикрутит другой ее конец к заранее изготовленным стропилам. Это составляет пологую крышу на северной стороне дома. А это секция крыши над ванной. Два разных направления крыши встретятся здесь. Здесь при строительстве мы применяем очень низкие технологии. Так как эти стропила будут видны под консолью крыши, мы должны убедиться, что они будут под прямым углом к балке. Поэтому мы строим соединительную вилку, которая будет использоваться в качестве рычага для того, чтобы выкрутить стропила на нужный угол. А затем Эл устанавливает металлическую скобу, которая навсегда закрепит его в нужном положении. Такие металлические скобы придают огромную прочность всей крыше и предотвращают ее от сдувания даже в самые сильные ветряные бури. Несколько лишних долларов на материалы и несколько минут труда – это недорогая страховка. Окончательная сборка крыши состоит из трех различных элементов. Первый – это слой ОСП, ориентированно-строжечная плита, которая прикручивается к стропилам. За ней следует слой рубероида, который также называется толью. И последний слой – обшивка из рифленого оцинкованного металла. Обратите внимание, что ОСП не покрывает консоль крыши. Вместо нее используются доски 25 на 100 мм. Это делается чисто из эстетических соображений. Деревянные перекладины с металлической обшивкой между ними создают более приятный эффект, чем монолитное покрытие из ОСП. После того, как мы закончили обшивку крыши, можно снять временные перекрестные крепления. Гвоздь используется лишь в качестве распорки. Ширина одного гвоздя позволяет обшивке сжиматься и расширяться от изменения температуры и перепадов влажности. Поэтому мы оставляем небольшой зазор между ними, чтобы предотвратить требования в будущем от изменения температуры. Затем каждый лист прибивается клейкими гвоздями и при помощи шурупов нагребка присоединяется к стропилам. Это называется зажим кромки. Это простая металлическая скоба, которая вставляется в край одного листа, а другой ОСП-лист затем вставляется в ее другой край. Она наглухо скрепляет обшивку между стропилами и предотвращает деформирование. Срабатывает великолепно! Для того, чтобы подстроиться под различные расписания членов команды, было решено организовать цех покладки стен из соломенных блоков через 7 дней. Мы будем крыть крышу металлом только после установки соломенных блоков, на случай, если придется снимать части деревянного покрытия крыши во время установки блоков. Через неделю у нашего проекта произойдет огромный визуальный поворот от традиционного домостроения. Привет! Я Стефан Белл. Я строитель, специализирующийся на домах из соломенных блоков. Я буду координатором кладки стен из соломенных блоков. В эти выходные приедут человек 15-20 для того, чтобы принять участие и объединить свои силы в кладке стен из соломенных блоков. Участники проекта будут выполнять много работы, а также приобретут много знаний. И в процессе строительства мы надеемся вдохновить их на постройку своих домов и распространение идей строительства из соломенных блоков. После сбора урожая такого, как рожь, пшеница, рис, овес, ячмень, остается другое сырье, которое обычно сжигается, вырабатывая еще больше углекислого газа на планете. Что же делаем мы? Мы собираем урожай этого сырья, делаем из него специальные блоки с определенным коэффициентом сжатия и получаем эти прекрасные крупные блоки из соломы. Так что это материал, который может использоваться повторно. А также мы создаем новую отрасль промышленности для фермеров и других поставщиков соломы. Мы их называем тюки с двумя шнурами. Шнуры у них сделаны из полипропилена. Соломенные блоки весят 15 килограмм, а их длина 90 сантиметров. Это стандартный размер, хотя они бывают разной толщины, 35 и 45 сантиметров. Нам нужны 40 сантиметровые блоки, так как они составляют 7 рядов вкладки. А если взять 35 сантиметровые, то придется добавить еще один ряд. А это увеличит наши затраты денег и труда. Один соломенный блок стоит полтора доллара. А также их доставка обойдется еще в 500-600 долларов. И с учетом доставки цена блока возрастает до 2,5 долларов. Поверх фундамента мы расстылаем гидроизоляцию для предотвращения проникновения влаги вверх. Что нам также надо сделать при кладке салона, так это чередовать ряды кладки, как мы делаем и с кирпичом, чтобы кладка была крепче. У Теда ситуация такова. Надо выложить углы, а они длиной в 45 сантиметров. Поэтому нам на заказ изготавляют 45 сантиметровые блоки. И мы выкладываем из них 7 рядов. Систему, которую он применяет, мы называем заполнением соломенными блоками. Он делает это внутри области столбов. Нам надо уложить много блоков, чтобы обернуть столб. Это дополнительный труд. Самый быстрый способ это сделать – обложить столбы изнутри. Это старый традиционный способ. А затем выкладывать соломенные блоки непрерывно. Это облегчает их укладку, но заключает в себе больше сложностей и инженерной работы. Небольшое примечание. Арматура, которая торчит из слутамита, должна входить в него как минимум на 18 сантиметров и подниматься вверх на высоту полутора рядов кладки. Ну, хотя бы одного ряда. Теперь смотрите, что я делаю. Здесь есть бечевка. Это очень хорошо. Можно забивать их прям ногой, а можно использовать кувалду. Итак, посмотрим. 90 сантиметров. Значит, нам надо найти 95-сантиметровый блок, потому что он как раз подойдет сюда. Да, похоже, здесь около 95 сантиметров. Поэтому мы берем вот этот блок. Мы ставим его вровень с остальными, чтобы он плотно прилегал к концу соседнего блока. Да, все хорошо. А теперь мы его аккуратненько опускаем вот так. Хорошо. А вот этот у нас немного выпячивается, поэтому я слегка стукну по нему ногой, чтобы струна здесь немного ослабла. Теперь стукните по этому, а этот вытащите, а я подержу вот этот. Вот так мы их быстренько выравниваем. Нам нужно еще кое-что сделать. На то, что выпирает вверх, встаем и танцуем, чтобы все блоки усилились ровно. Бечевка здесь натянута на высоте 36 сантиметров. Она нужна нам для того, чтобы иметь прямую линию для укладки тюков. Такие мелочи, на которые мы тратим всего лишь несколько минут, очень помогают нам в работе. Так что лучше натянуть бечевку, чтобы стена у нас получилась очень ровная. В конце, когда вы будете накладывать штукатурку, у стены и так появится естественное органическое искривление. Ну что ж, ребята, займитесь следующим. Возьмите тюк, посмотрите, где зарубка. Кладите тюк узлами кверху. Так как тюки искривлены, их легче сжимать. У них изгиб в середине. Мы его называем короной. Я собираюсь пометить место для зарубки. А затем перетяну его бечевкой, потому что я не хочу, чтобы мою метку пропустили. Я быстренько перевяжу его. Потяну вот так. Вот так. И это же самое сделаю на другом конце. А затем передам его кому-нибудь, чтобы сделали зарубку. Целый тюк, целый тюк, целый тюк. Хорошо. А теперь все идите сюда. Я вам покажу, что надо делать после каждого ряда кладки. Это требуется по строительному кодексу. Надо, чтобы как минимум на 150 мм вверх по столбу и на 150 мм внутрь тюка была проложена металлическая сетка. Ее надо закрепить к системе столбов и балок. Можно сделать это четырьмя гвоздями. А иногда мы берем и шесть гвоздей. В зависимости от требований. А затем мы берем ландшафтные скобы. Их можно приобрести в любом магазине садового инвентаря. Я беру 150 мм, а можно взять и 220 мм. Мы берем ее, кладем на сетку под углом и прибиваем гвоздями. С обеих сторон она будет скрепляться ломенный тюк со столбом. Хорошо, 95-сантиметровый тюк как раз подойдет сюда. Давайте такой поищем. Кто хочет этим заняться? Вот эти арматурные прутья полтора метра в длину, 12 мм в диаметре. Мы на высоте четвертого ряда кладки. Это значит, что полутораметровый прут арматуры по длине составляет высоту четырех рядов кладки. С этого момента мы вставляем по два прута на тюк. Они в 20 см от конца тюка. Так положено по кодексу. На каждый следующий за этим ряд вкладки мы вставляем по два таких же прута арматуры. И у нас получается, что на следующем ряду низ прута попадает наверх первого ряда. Со следующего ряда конец прута попадает на этот ряд. И так далее. Так что если таким образом укладывать каждый ряд и делать головку прута слегка видимой сверху, то мы будем знать, что там стоит арматура. И что тюки накрепко соединены друг с другом. И что в каждом тюке две группы по три прута. Когда он закончит верхний ряд, положено по кодексу и здравому смыслу положить гидроизоляцию через весь верхний ряд, чтобы она на 150 мм свисала с обеих сторон. Это будет защитным барьером от влаги, защищать наши стены от воды, которая будет стекать с крыши по бокам. Таким образом мы обезопасим их. Вставляем его прямо сюда. Теперь у нас здесь хороший нахлёст. Выглядит просто замечательно. Теперь он сможет всё подправить, так как я вижу некоторые неровности. Хотя в целом всё выглядит просто великолепно. Очень чисто и очень ровно. А в полночь придёт Тед и всё подправит. Здесь у нас идут ячейки для будущих окон. Некоторые окна, так называемые плавающие, это всего лишь блоки, которые мы кладём поверх ряда из соломенных тюков. И вокруг них тоже кладём солому. Вы спросите, а как их укреплять? Сверлим дырки в дереве, берём 12-миллиметровую арматуру, вставляем через дырку в солому и закрепляем её. Посмотрите на эту сторону. Длина стены из соломенных тюков с четырьмя окнами. Очень хорошо положенная. Здесь у нас консоль крыши. Обычно она 60 сантиметров, чтобы защитить стены. Особенно потому, что они обмазываются глиной. Пока они ещё не закончены, но когда мы обмажем их, эффект будет замечательный. Зайдём за угол. Здесь у нас фронтон. Вверху окно, а внутри чердак. Здесь почти всё закончено. Опять идёт консоль. У нас получился очень симпатичный и простой дом. И визуально он смотрится замечательно. Солома – замечательный материал. Она ориентирована на владельца дома, и с ней очень легко научиться работать. Вам понадобится помощник, если у вас нет достаточно навыков, чтобы разработать и построить систему столбов и балок. Но само строительство очень занимательное. Наш цех работает уже два дня, и 80% тюков из соломы уложены на место. Однако, осталось сделать ещё много дополнительной работы, прежде чем мы сможем оштукатурить тюки глины. При помощи электрической пилы мы сглаживаем углы вокруг окон, а также выравниваем соломенные стены, где необходимо. Над окнами и дверьми мы строим деревянные полочки. Они делаются из досок 50 на 100 мм и вафельных панелей. Они будут поддерживать соломенные тюки над всеми отверстиями окон и дверей. Лишние части соломенных тюков мы будем использовать для заполнения пустоты в полках. Затем мы подрезаем соломенные тюки, чтобы подогнать их между стыками кровли. Эта фаза потребовала много работы, чтобы заполнить все пустоты, и сама работа была довольно утомительная. Штукатурную сетку крепим к наружной части каркаса. Из-за неё закладываем ещё соломы, чтобы у нас получился красивый контур для оштукатуривания глины. Мы делаем это не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы облегчить обмазку глины, так как большая часть неровности в стене мы заполняем соломой. На торцевых стенах мы тоже заполняем оставшиеся соломой пустоты за штукатурной сеткой. Таким образом, мы готовим стены к обмазыванию глины. Теперь, когда большая часть работ по укладке соломы закончена, мы можем завершить работа на крыше и сделать её водонепроницаемой. Кровельный толь составляет дополнительный слой защиты от влаги. Теперь любая вода, которая проникнет сюда через отверстие для болтов, спокойно стечёт вниз. Прикрепляем материал скобами к основанию из ОСП. Когда мы начали класть первый лист железной кровли, мы обнаружили проблему. Крыша на восточной стороне торцевой стены не точно параллельна западной стороне. Поэтому нам придётся сделать слегка диагональный разрез на металлическом покрытии с восточной стороны, чтобы выровнять его и сделать параллельным с западной стороне. Это пример ошибки на ранней стадии, которую мы можем решить в течение нашего процесса. У нас две стены сходятся не совсем под прямым углом. Это сбило наш каркас, а он в свою очередь балки. А балки сбили стропила, а стропили сбили вот это. Как видите, нам пришлось срезать эту более толстую панель под углом, для того, чтобы как бы выпрямить нашу переднюю кромку. В итоге нам понадобился поворот около 5 см на этом разрезе, чтобы выровнять это. И теперь наша крыша будет ровная. Да, теперь эта передняя кромка всё выровняла, и теперь параллельно с другим фронтоном. Самое главное, выровнять первую деталь, потому что все остальные последуют за ней. Поэтому очень важно её ровно положить, а остальные лишь класть подобно ей. Мне кажется интересным, из-за того, что дом построен из соломы и адоба, он кажется неплотным. Но когда дело касается чего-то твёрдого, как крыши, выполненное из решётчатого настила, она должна быть очень хорошо закреплена. Особенно при такой кровельной системе, как у нас, надо использовать черепицу с тремя ушками, щепу или что-то наподобие. С тонко-листовым металлом очень легко работать. Он легко режется ножницами, если разрез невелик. А большие разрезы можно выполнять при помощи электрической ручной пилы с металлорежущим ножом. Сейчас мы вырезаем отверстие для окошка. Мы выбрали металлическую крышу по нескольким причинам. Она очень долговечна, и что очень важно, на ней не будет загрязняться дождевая вода, которую мы будем собирать для СССР. А крыша на битумной основе будет загрязнять сбор дождевой воды. Ну и наконец мы покрываем ребро крыши, и наша крыша готова. Крыша в нашем доме не просто защищает его от дождя и сохраняет в нем тепла. Она также используется для сбора солнечной энергии. На ней располагаются специальные фотогальванические панели, которые преобразуют солнечный свет в электричество. И они в состоянии обеспечить нужды дома в электричестве на 100%. От них питаются все электроботовые приборы в доме. Все стандартное оборудование. Холодильник, компьютер, телевизор и так далее. И что действительно здорово, панели совершенно не загрязняют окружающую среду. В них нет подвижных частей, и они работают многими десятилетиями. Так как сначала мы построили мастерскую, а потом уже дом, то мы установили всю фотогальваническую электросистему в мастерской. Она обеспечивала электричеством весь процесс строительства, питала все электроинструменты, которые мы использовали, такие как электропилы, бетономешалки и дрели. Этот черный ящик – центр постоянного тока нашей электросистемы. Он собирает электричество с панелей и заряжает батарейный банк. Электрический магазин состоит из 12 свинцово-кислотных батарей L16. Они находятся внутри ящика с вентиляцией, выходящей наружу дома, чтобы выпускать водород, образующийся в процессе зарядки батарей. Батарейный банк имеет запас, достаточный для того, чтобы обеспечить около 3-4 дней электричества без солнечного света, а это более чем достаточно резерв для этой части страны. Белый ящик называется инвертор. Максимальный выход инвертора – 4000 В. Он преобразует 24-вольтный постоянный ток из батарей в 120-вольтный переменный ток. Когда крыша установлена, мы переносим фотоэлектрические панели с крыши мастерской на крышу основного здания. Мы также переносим инвертор и регулятор зарядки на место их постоянного расположения в доме. Теперь наш дом готов для электропроводки. Меня зовут Джо Яркин, и у меня небольшая фирма по работе с солнечной электроэнергией. Мы будем делать электропроводку в этом доме. Мы наметим план проводки этого дома, имеющего собственную фотоэлектрическую систему, и сделаем все остальное, чтобы функционировала солнечная электросистема. Но мне надо уезжать в Арктику на 5 месяцев, поэтому у меня не будет времени, чтобы сделать все до конца. В Арктике я работаю над солнечной электропроводкой для государственной научной организации, для научных проектов. Арктика – одна из наиболее удаленных территорий на планете, и там солнечная энергия является очень хорошим источником для работы в летнее время. Во-первых, потому что там солнце светит круглые сутки, а во-вторых, потому что это очень надежная энергия, без подвижных частей, и использование солнечной энергии становится очень экономически выгодно. Итак, первым делом мы должны разработать нашу электросистему, вместе с хозяином составить план электрики, чтобы он высказал свое пожелание о том, где бы он предпочтал разместить выключатели и розетки, а затем совместить этот план с требованиями Государственного электрического кодекса. А после того, как у меня на руках появится такой план, я могу прикинуть, сколько времени и энергии потребуется на его осуществление, и разбить его на различные цепи. Во время прокладки электропроводки с соломенного дома, первым делом мы должны посмотреть на план и решить, где будет проходить каждая цепь, чтобы выяснить, в каких местах провода или кабели будут соприкасаться с соломенными тюками. И в этих местах мы при помощи циркулярной пилы или ножа делаем отводящие каналы, в которые мы можем проложить провода. Места нужно выбрать такие, где не будут забиваться гвозди или что-либо подобное. Кодекс предназначен для деревянных каркасных домов, но мы его толкуем для себя, и сила его такая же, так что каналы должны быть 4 сантиметра. Затем мы берем провода и засовываем их в канал. Я делаю это при помощи палки с тупым концом, чтобы загнать провод немного глубже, чтобы он не вываливался из канала. Мы проложили кабель, который называется подземный фидер. Он влага- и жаростойкий. Очень крепкий кабель в прочном кожухе. Теперь нам надо закрепить коробки. Мы используем металлические коробки. Они предпочтительны, потому что они прослужат дольше, чем пластиковые, и к ним удобнее крепится деревянный кол. Мы крепим к ним кол при помощи пары болтов, а затем засовываем его внутрь соломенного блока, оставляя наружу около 4 сантиметров. Ведь соломенные блоки обладают еще одним свойством. Они требуют много замазки и штукатурки, чтобы создаваемая стена получилась красивой и ровной. Здесь у нас электроарматура, которую мы крепим к колу из доски 5 на 5 сантиметров, длиной в 30 сантиметров, и вбиваем его в солому. А это обычная металлическая коробка, которая будет покрыта до сих пор штукатуркой. А под конец установки электропроводки мы наденем на нее водонепроницаемую крышку. для того, чтобы проложить электрический кабель внутри соломенной стены, мы крепим его к большой металлической игле и проталкиваем через стену. а здесь выходит два провода, которые питают этот фонарь, а затем переходит на этот фонарь, который выходит из стены вон там. здесь у нас тройной выключатель. Вообще-то это три разных выключателя, один из которых идет на наружный фонарь, второй идет тоже на наружный фонарь, а третий идет на освещение внутри дома. Это делается очень просто. Комплектуются три металлических коробки, а затем крепятся на одной из деревянных структурных частей. А как проложить провода от одного до другого места в стене? Находим участки, которые будут не видны. При помощи электродрели делаем отверстие в древесине, как минимум на расстоянии в 4 сантиметра от любой незаконченной поверхности, защищенной от гвоздей и болтов. Затем протягиваем провода через эти отверстия и направляем в сторону либо соответствующего приемника, либо на поверхность входной панели, которую мы зовем «Хоурман». Кабель данного вида, который мы прокладываем здесь, никогда не соприкоснется с соломенными блоками или с адобом, поэтому мы используем провод, который называется «РОМЭКС». Он не предназначен для прокладывания во влажных местах или в местах, которые могут намокнуть. Этот кабель очень легок в работе, поэтому мы использовали его где только возможно в каркасных стенах. А вот эта коробочка крепится, как обычно, при прокладке электропроводки в обычных домах. Джо Яркин уехал в Антарктику, поэтому другой электрик заканчивает подключение фотоэлектрической системы. В этом доме используются только компактные флуоресцентные лампочки. Они служат значительно дольше, чем обычные лампы накаливания, поэтому они более экономичны в использовании. К тому же, они потребляют гораздо меньше энергии и вырабатывают меньше тепла, что помогает дому оставаться прохладным в жаркую погоду. Компактные флуоресцентные лампочки отличный выбор для любого дома или бизнеса, а для фотоэлектрической системы они просто обязательны. Подлинное использование материалов означает, что материалы выбираются за их природные свойства. Они принуждаются исполнять какую-то функцию, для которой они не предназначены. Все дверные и оконные арки выполнены из гибкого бамбука. Они из жесткой древесины, распиленной на куски. Если бамбук согнуть и скрепить друг с другом, он становится очень крепким. А промежутки над бамбуком были заполнены соломой. Чтобы подготовить арку к штукатурке глиной, ее покрывают проволочной сеткой. Коб – это рассыпчатая солома с добавлением достаточного количества глины, чтобы она хорошо слепалась. Он используется, чтобы арки гармонично вписывались в стену. А вокруг всех оконных и дверных проемов натягивается металлическая сетка. Она крепится к соломенным блокам при помощи ландшафтных скобок. На все стены из Адоба мы также прикрепим сетки из тонкой проволоки. Они будут не только структурно укреплять стены, но также помогать глиняному раствору сцепиться со стенами из Адоба. Пассивные дизайнерские мероприятия, как, например, правильное расположение окон по отношению к солнцу, не вызывают никаких или почти никаких дополнительных затрат при строительстве, но значительно снижают расходы на отопление и охлаждение здания на долгое будущее. Выглядит замечательно. Давайте проверим здесь. Все прекрасно. Сами окна имеют двойные стеклопакеты внутри, наполненные аргоном и имеют низкую теплопроводность, что помогает отражать тепло и сохранить его внутри во время зимних месяцев, а также не пускать в дом жару в горячие летние месяцы. Эта часть штата Нью-Мексико расположена на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря, поэтому аргон будет постепенно просачиваться из-за низкого атмосферного давления и, соответственно, не повлияет на коэффициент теплоизоляции окон. Обычно не рекомендуется использовать теплоотражающее покрытие для окон, выходящих на юг, чтобы зимой в дом проникало больше тепловой энергии. Однако для этого дома было решено, что важнее не допускать в дом проникновения летней жары, чем небольшое уменьшение теплопритока зимой, так как в доме нет механических систем охлаждения воздуха. Вот почему на южной стороне мы использовали стекло с низкой теплопроводностью. Мы использовали гофрированный картон для уменьшения зазоров между наружной кровлей и крышей и внутренним потолком. Это сэкономило нам деньги, а кроме того, нам нужно было пространство лишь в 38 сантиметров для того, чтобы разместить изоляцию с коэффициентом R55. Картон также предотвратит сползание изоляции по крутому уклону крыши. Разместив гофрированный картон, все оставшееся пространство можно заполнять изоляцией одинаковой толщины. А затем к стропилам мы прикручиваем гипсокартон. После работы с такими пластичными материалами, как глина и солома, гипсокартон оказался настоящим разочарованием. Это такой жесткий материал, требующий точной установки. Стена из адоба с легкими изгибами и волнами выглядит так красиво, но сделать из гипсокартона стену или потолок с изгибами. Огромное искусство. Мы сразу прикрутили не все гипсокартонные панели к потолку, чтобы оставить место для вдувания изоляции. Для изоляции потолка мы использовали надувную целлюлозу. Оборудование для вдувания целлюлозы можно взять напрокат в любом центре бытовой и строительной техники. Изолирующая целлюлоза изготавливается из макулатуры с добавлением ворной кислоты, чтобы сделать ее огнестойкой и защитить от насекомых. Целлюлозу будем наносить такой толщины, чтобы крыша имела изоляцию с коэффициентом 55. Хотя в этом штате по кодексу требуется изоляция всего лишь с коэффициентом 30. Так как целлюлоза вдувается в сухом виде, со временем она осядет и коэффициент изоляции уменьшится до 50. Вдуваемая изоляция имеет одно большое преимущество. Она заполняет все трещины и зазоры, которые обычно остаются незаполненными при использовании типичной изоляции из минеральной ваты. Закончив с изоляцией, мы приступаем к работе со швами в гипсокартоне. Замазываем их шпаклевкой, заполняем отверстия от болтов. Эту процедуру надо проводить очень внимательно, чтобы места соединения сделать невидимыми. Мы наносим три слоя шпаклевки для гипсокартона, а затем шлифуем их. Пока мы работаем внутри дома, приехали из фирмы по бурению колодцев и начинают работать над колодцем питьевой воды. Во всех домах в Кораллосе есть свои колодцы питьевой воды и индивидуальные септические системы для обработки сточных вод. Так как здесь нет ни централизованного водопровода, ни централизованной канализации. Мы используем насос 1000 Ватт, 120 Вольт, который работает от постоянного тока фотоэлектрической системы. Это насос. Это его двигатель. Пол лошадиной силы. Однофазный. Нижняя часть двигатель, а верхняя часть сам насос. Мы крепим дюймовую пластиковую трубу к насосу вот таким образом. Затем привязываем насос к полипропиленовой веревке для того, чтобы опустить насос в колодец. Уровень работы насоса должен быть на 6 метров ниже уровня воды, согласно последним измерениям. В нашем случае это около 15 метров ниже уровня земли. То есть уровень работы насоса будет еще на 6 метров ниже этого. Общая глубина колодца около 80 метров. Сам насос по себе достаточно тяжел. Его вес около 15 килограмм. Для того, чтобы удобно было контролировать его погружение в колодец, мы сложили по несколько соломенных тюков в две стопки. А затем на их верхушке положили железную трубу. Мы возьмем полипропиленовую веревку, привязанную к насосу, и сделаем несколько оборотов вокруг железной трубы, чтобы нам удобно было контролировать погружение насоса в колодец. окей, он на месте. А теперь мы закроем крышку. Она будет служить герметическим уплотнением и защищать распределительную коробку от попадания атмосферных осадков. Мы проверили, что в колодце достаточное количество воды. А сейчас я проверю, насколько чистая вода в колодце. Она довольно чистая. Насос вытягивает около 9 А, и мы качаем около 40 литров в минуту. Приближается время обмазки глины, а нам надо еще закончить работу со стенами. Мы делаем кайму из обычной цементной штукатурки высотой в 60 сантиметров внизу наружных стен, потому что в этих местах глиняная обмазка может разрушаться от брызг дождя или даже от поливки сада. А при помощи трех слоев цементной штукатурки мы создаем зону длительной защиты, а также добавляем интересный визуальный элемент нашему дому. Два слоя надо нанести до начала обмазывания глиной. А третий слой штукатурки, цветной, мы нанесем перед финишным покрытием, глинной обмазкой. Под окнами, выходящими на юг, мы нанесли 5 сантиметров цементного строительного раствора на соломенные блоки. Это будет основой под подоконники из плетника. Они также будут служить сидениями. Мы используем цементный раствор там, где будут подоконники, потому что на них будет значительная нагрузка. В противном случае мы бы использовали обмазку из глины с соломой, как основу под камень. Под оконники сидения – еще один бесплатный бонус соломенных домов, благодаря толщине стен. Они смотрятся великолепно, очень функциональны, а также создают дополнительные места для сидения, что очень актуально в маленьких домах. Важной целью дизайна этого дома было продемонстрировать, насколько гармонично и органично могут сочетаться различные элементы, а не просто быть разрозненными компонентами, собранными под одной крышей. В солнечные дни крыша становится частью электросистемы, а в дождливые дни собирает воду для цистерны. А окна, пропуская в дом достаточное количество тепла, помогают полам и стенам поддерживать комфортную, температуру в доме в любое время года. К нам вернулся специалист по альтернативным стройматизмам, стереалом «Стефан Белл», чтобы провести двухдневную мастерскую по обмазке глины, в которой будут участвовать все желающие, и они нанесут первый из трех слоев глины на стены из соломенных блоков. Это гора глины «Премикс», поставляемый фирмой по изготовлению адоба. Он используется также для производства кирпичей из адоба, и в нем много примесей. Как вы видите, они смешали вместе песок и глину, хотя я обычно заказываю отдельно чистый песок и чистую глину, и смешиваю их в пропорции 70 песка и 30% глины, штольную глиняную стенную обмазку. В данном случае нам придется просеять «Премикс» через сетчатый фильтр и отсеять примеси, так как через фильтр пройдет только глина и песок. У нас получилась горка хорошей чистой обмазки, а теперь проведем небольшое испытание на сжатие. Как видите, она рассыпается легче, чем обычно, а это значит, что смеси повышенное содержание песка. Я подозреваю, что здесь около 80% песка и 20% глины, но это не страшно. Еще один способ проверить это – смесь очень легко осыпается, а это тоже характерно для песка, но нам подойдет такая пропорция. Что мы делаем далее? Берем нашу просеянную смесь и кладем ее в мешалку, около 12 лопат. Затем добавляем 4 полных пригоршни мелко нарезанной соломы и как минимум 200 или 300 грамм пшеничного обойного клея в качестве связующего вещества. Сначала перемешиваем в сухую, чтобы все хорошенько перемешалось. Это очень хороший порошок, но его надо перемешать сначала в сухую, потому что если его намочить и перемешать, то при нанесении на стену будут образовываться комки. А затем мы добавим воду и перемешаем нашу обмазку до консистенции муса, чтобы она легко наносилась на стены. У нас получилась стенная обмазка как для наружных, так и для внутренних стен. Ну вот и все. Начинаем рок-н-ролл. Грязевая обмазка – это в сущности смесь песка, глины и мелко нарезанной соломы. Правильная обмазка, которая не будет трескаться, осыпаться и разрушаться, получается при пропорции чистого песка и чистой глины 70 к 30. Такая комбинация обладает стабильной целостностью. Не разлагается, не ломается, не растрескивается и не слезает со стены. Итак, что мы сделали? Забросили 18 лопат премикса, 200 или 300 грамм пшеничного клея, 4 полных пригоршней соломы, несколько минут мешали в сухую, чтобы все хорошенько перемешалось. Затем мы добавили воды. При таком предварительно просчитанном составе смесь получается очень красивая. Видите, смесь получилась очень хорошая. Достаточно мокрая, чтобы легко накладываться. И на южной стене солнце ее быстро высушить, поэтому получится очень красиво. Это красиво. Это красиво. Это красиво. Первоклассная получилась смесь. Мы должны наносить ее и размазывать в разных направлениях, с нажимом. Для этого работаем предплечьем и плечом. Это делать не так тяжело, как может показаться. При работе мастерком есть некоторые трюки. Используйте не только такое движение. Надо двигаться всем телом. При обмазке грязью движения должны напоминать движение дирижера. И тогда у вас будет меньше нагрузки на каждую часть тела. Глиняную обмазку можно наносить непосредственно на солому или на сетку. Сетка не обязательно, но с сеткой обмазка легче. Можно обмазать все здание без сетки, но сетку обязательно надо прикрепить в районе дверей и окон. Там металлическая сетка просто необходима, чтобы сделать закругленные углы и повесить двери и окна. Таков стандарт. Видите, в соломенных блоках есть небольшие выемки. Мы обычно выравниваем их электропилой, а можно оставить как есть, но тогда при нанесении обмазки надо вибрировать рукой, чтобы замазка заполнила эти выемки. Так что придется поработать приплечьем и запястьем. Мы используем влажную смесь для нанесения образга, чтобы он лучше схватился. Если смесь будет слишком сухая, ее будет тяжело наносить, и она будет падать. А на уже нанесенную смесь легче наносить следующую. Вот здесь у нас большое гнездо. Это интересный сценарий. Большинство людей берут немного смеси на мастерок, а я сейчас возьму побольше, чтобы заполнить эту выемку. Ведь если бы я положил на мастерок немного смеси, то она бы упала. Вот еще одно гнездо. Опять я беру побольше смеси. С нажимом наношу ее, и смесь заполняет выемку. Разравниваю ее под углом, разглаживаю вдоль диаметра, скользящим движением набираю ее на всю длину мастерка, и быстро наношу ее, закругляя по кругу. И повторяю это еще раз. Ну вот, угол наметился. Теперь опять беру побольше обмазки и прохожусь еще раз. Получается все прекрасно. Видите, окно выглядит великолепно даже на этом этапе. Очень важно быть очень скрупулезным при нанесении обрызга. Все тщательно сформировать. Тогда при нанесении последнего слоя будет гораздо легче, и получится просто невероятно красиво. Вы будете легко наносить финальный слой, вместо того, чтобы исправлять ошибки и недостатки предыдущих двух слоев. Видите, как меняется цвет? Образуются более светлые пятна. В этих местах солнце уже подсушило глину, ведь она очень быстро высыхает на солнце. Мы внимательно следим, не оставили ли мы углублений. А если да, то надо нанести на них глины, так как она уже достаточно твердая и быстро схватится. Так что у нас на обрызг и на заполняющий слой может уйти целый день, чтобы начать все выравнивать, и чтобы поверхность получилась красивая, гладкая и волнистая. В этом преимущество обмазывания в солнечный день. Сегодня день не жаркий, так как сейчас ноябрь. И это даже хорошо, потому что летом можно вернуться в какое-то место, чтобы исправить. А слоев уже настолько затвердел, что уже глина не схватывается на него. Здесь у нас выемка. Эта смесь немного гуще, потому что сразу видно, что она лежит такой плотной горкой, хорошо держится и не сползает, поэтому она схватится хорошо. Накладываем ее, сильно прижимаем. Проверяем визуально. Я вижу углубление, и я не просто кладу, а бросаю на них обмазку. Я ударяю по стене. Нанеся ее таким образом, я затем ее просто разравниваю, скользя по ней мастерком. Прохожусь влево и вправо, выравниваю глину и захватываю поверхность вокруг. Туда тоже попадает немного обмазки. При обмазке глины снаружи надо быть очень внимательным. Нельзя наносить обмазку, если температура воздуха менее 0 градусов. Нельзя, чтобы она замерзла и кристаллизовалась. Начиная работать с утра, желательно, чтобы температура была 0 градусов по Цельсию и повышалась, и к вечеру не упала ниже нуля. Когда мы обмазываем стены изнутри, солнце не высушивает глину так быстро, и она будет влажной в течение 3-7 дней. А это значит, что над обмазкой можно работать несколько дней, это преимущество обмазки изнутри. Ее можно делать продолжительное время, но не гипсовую штукатурку, которая очень быстро твердеет. У вас не более 20-30 минут, чтобы ее нанести и выровнять. Даже нельзя сделать перерыв и выпить кофе. Работая вместе, люди сближаются, начинают делиться своими семейными историями. Им отдаешь свои знания безоговорочно, и они уезжают и говорят, я узнал так много, и теперь могу использовать эти знания для себя, а также давать их другим людям. В глине содержится много влаги, а люди часто забывают об этом, и из-за жары влага поднимается вверх. Иногда кажется, что стена уже подсохла, а на следующий день приходишь и видишь, что с нее капает. Поэтому надо каждый день открывать все окна и двери, пока глина полностью не просохнет. И на ночь оставлять открытыми пара окон и включенный вентилятор. При нанесении образга предполагается, что после его нанесения его надо немного поцарапать, чтобы следующий слой лучше схватился, зацепился за маленькие бороздки. Это нужно делать со штукатуркой, а с глиной этого делать не надо. Слой можно оставить таким, какой он есть, гладкий или неровный. А перед нанесением второго слоя, первый слой надо сбрызнуть водой из шланга, а затем нанести второй слой, и оба слоя сольются в один. В итоге у вас получится на стенах слой глины от 2 до 5 см. Помните эту стену? Вы видели ее вчера. Она была некрасивая, в ней были выемки, но нам удалось ее очень хорошо выровнять, все хорошенько заполнить. Так что Теду теперь осталось лишь нанести финишный слой, и стена будет выглядеть просто великолепно. Что мне всегда нравится делать на стенах из Адоба, это обрабатывать углы, придавать им красивую округлость. А когда приходит время обрабатывать их глиной, у меня есть выбор, либо сделать их снова острыми углами, либо оставить их красивыми, мягкими округлостями. А затем мы лишь накладываем глину и следим, чтобы она прилипала к штукатурной сетке. Работаем мастерком туда-сюда, добавляем немного грязи сюда, немного туда, здесь немного снимаем, обрызгиваем углы. Мы рассматриваем стену как большую общую массу. Посмотрите, разве это не скульптура? Такое ощущение, что работает с шоколадной глазурью. У глины похожая текстура. Стоит лишь нажать на мастерок, и поверхность становится идеально гладкой. Как при кладке глиняных блоков, у строителя есть больше возможностей варьировать в форме. Можно найти небольшие неразности и подчеркнуть их, потому что в работе с Адобом нам не нужна идеальная стена. Нам не нужны идеальные прямые углы. Нам нужно, чтобы она выглядела как стена ручной работы, чтобы у нее было свое выражение. Продолжаем работать мастерком туда-сюда, пока не получится форма, что надо. Очень толстый слой нам не нужен. Слой должен быть достаточно толстый, лишь для того, чтобы покрыть штукатурную сетку и укрепиться на Адобе. Мы будем накладывать глину на Адоб, пока не получится слой около 2 см. Этого вполне достаточно. Внутри я рекомендую также обмазывать стены глиной. Можно различных цветов. Вы можете сами ее смешать, подготовить, наложить. Это такой красивый органический материал. Если глина попадает на кожу, ничего страшного, ведь в ней нет извести, цемента. Она не сушит кожу и не сжжет глаза. Можно полностью покрыться глиной, а потом просто смыть ее. На внутренних стенах можно работать над обмазкой глины до 3 дней, и она все еще остается влажной. Вот такие преимущества у глины. Закончена основная часть строительства. Финишная отделка подготовит дом к приемке. Положит плитку, установит и подключит сантехнику, а на полы нанесут специальное покрытие. Остался последний рывок, чтобы закончить дом. К этому времени уже накопилась усталость от такого долгого строительства. И каждый раз, когда я приезжаю на эту стройплощадку, меня посещает одна и та же мысль. Как хорошо, что я построил такой маленький дом. В противном случае, на его постройку ушло бы еще лет 10. На этой стене мы провели эксперимент с использованием альтернативного материала, а не стандартного гипсокартона. Камышевые коврики, которые продаются во многих магазинах домашней утвари, мы прибьем гвоздями непосредственно к каркасной стене. У этого материала низкая заключенная энергия. Как и любое другое растение, он рос на солнце. Коврик выступает в качестве дранки, на которую мы двумя слоями наносим глину, чтобы толщина покрытия получилась около 3 см. Влажная глина схватывается с камышом, и после высыхания образует очень твердую поверхность. А затем непосредственно на высохшую глину мы наносим накрывочный слой гипсового штукатурного раствора в 1 см. Стена получается чрезвычайно прочная, и она не трескается. Я уверен, что буду широко использовать эту технологию в своих будущих проектах. В ванной комнате мы наносим гипсовый штукатурный раствор на обрызг из цементной штукатурки, а на стенах, в которых проложены водопроводные трубы, непосредственно на гипсокартон. Накладывая пигментный гипсовый штукатурный раствор непосредственно на стену, мы можем обойтись без краски. Во всем доме мы использовали только краски, не содержащие летучих органических компонентов, так как они могут быть не только токсичными, но и загрязнять окружающую среду. Такую краску мы купили в своей области, цена ее была приемлемой, и во время покраски не было практически никакого запаха. Она очень хорошо приставала к поверхности, и выглядела, как любая другая краска, которую я когда-либо использовал ранее. Деревянные полы мы покрыли шелаком. Шелак – это не токсичный продукт, который наряду с другими веществами используется для окрашивания таблеток и других пищевых продуктов. Шелак – отличная замена для обычных лаков, которые могут содержать токсические вещества. Следующим шагом было травление кислотой бетонного пола. Кроме того, что это придаст полу великолепный вид, более темные цвета будут способствовать сбору солнечной энергии. Эта кислота имеет специальную формулу, разработанную для окраски бетона после его затвердения. Но это все же кислота, так что вы должны надлежащим образом защитить себя в процессе работы с ней. Кислотную смесь мы распыляем при помощи простого садового пульверизатора. Мы использовали такой же подход, как и с водоэмульсионной краской, совмещая по 3-4 цвета. Чем дольше пол сохнет в тех местах, где была набрызгана кислота, тем темнее получится цвет. Поэтому мы набросали на пол различный хлам, лишь для того, чтобы он высыхал неравномерно, и таким образом текстура бетона получилась похожая на камень. Дом стал похож на свалку, потому что мы используем салону, пластиковые пакеты, старые ковры, газеты и даже листья. Для достижения желаемой глубины мы нанесли два слоя. Остатки смыли садовым шлангом. Материал оказался отличным в употреблении, за исключением одной проблемы. Я обратил на это внимание лишь через год после окончания строительства, что надо было обращаться со смывкой остатков кислоты как с опасным отходом, так как она состоит из соответствующих компонентов. В связи с этим, если дом строится полностью своими руками, возникают сложности с удалением экологически опасных отходов. Теперь, оглядываясь назад, я бы предпочел использовать пигмент в порошке как более экологическую альтернативу. Для того, чтобы четко отделить на полу две жилых зоны, мы приподняли часть пола в этой секции дома. Такой прием часто используют японские дизайнеры. Под приподнятой частью пола образуется ценная площадь для хранения. Раму приподнятой платформы мы делаем из досок 50 на 150 миллиметров, которую мы затем покрываем фанерой толщиной 12 миллиметров, а сверху повторно используемый дуб толщиной 20 миллиметров, который мы нашли на свалке. Мы выбрали подержанный дуб из-за его большой прочности и красивого внешнего вида. Две половые панели поднимаются для обеспечения доступа к площади для хранения. Там, где стенам нужна особая стойкость и прочность, накрывочный слой в 5 миллиметров мы делали не из глины, а из гипсового штукатурного раствора. Гипс хорошо подходит для кухни и ванны, так как там работают с водой. Также мы попробовали наложить его на западную стену гостиной, чтобы произвести точное сравнение гипса и белой глины, которые мы нанесем позже. Работа с гипсовым штукатурным раствором – это как гонка на скорость, так как материал надо успеть нанести и выровнять до того, как раствор засохнет. Поэтому, пока мы не закончим всю стену, не будет ни перерывов, ни отдыха. Вечером в 20.19 стена наконец-то закончена. Кухня сейчас находится в некоем переходном состоянии, потому что мне надо сейчас продумать все детали кухонной мебели. Когда я лишь разрабатывал это на бумаге, я решил, что просто сделаем все шкафы из фанеры, но с очень прочными опорами для столешниц из бетона. Но теперь надо продумать все детали финишной отделки. Так как дом выглядит немного грубо, и у него вид ручной работы, я решил попробовать покрыть мебель морилкой, и использовал ее здесь, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Должен сказать, она хорошо сочетается с общим видом, поэтому я оставлю как есть. А если в будущем не захочется изменить цвет, то это будет легко сделать. Вот что еще я сделал. Это была тумбочка из металла и дерева, которую я купил по случаю. Думал, пригодится где-нибудь в доме, но специального места для нее не было выбрано. Так что я просто прикрутил ее к фанере, и мне понравилось, как тумбочка смотрится. Ее металлическая отделка хорошо подходит к металлической газовой плите. Вот здесь у меня деревянные полки, сделанные из досток 50 на 100 и 50 на 150 миллиметров. Они сделаны из старого пиломатериала, склеенного друг с другом, и получились очень крепкие полки, которые не прогнутся ни под каким весом. А над полками я сделал ящик для инструментов. Очень простой ящик. Все это потом покрою зеленой морилкой, как и весь остальной кухонный гарнитур. Здесь у меня еще полки. Как вы видите, расстояние между полками достаточно большое, чтобы поместились плетеные коробки. Цель в том, чтобы обойтись без дополнительных крытых полок и ящиков. Сверху еще полки сделаны из клееных досок. Эти полки крепятся к металлическим скобам, а сами скобы прикручены болтами к доскам, вставлены в стены. Эти перекрестные скобы специально были вставлены для того, чтобы на них повесить полки. Мне понравилось, что для того, чтобы придать полкам дополнительную прочность на углах, я прикрепил к ним медные штуцера, через которые протянул дополнительную опору. Я считаю, что смотрятся полки здорово. А бамбук, опять же, природный материал. Он выполняет свою функцию и к тому же прекрасно смотрится и сочетается с деревом. Плитка, которую мы положили на кухне и в ванной, остатки с другого строительства, поэтому дизайн кладки зависел от того, чем мы располагали. И последним штрихом в завершении строительства дома будет нанесение еще одного слоя глины. Вот это гипсовый штукатурный раствор. Он белый и довольно красивый. А это глиняный раствор, сделанный на основе глины Каолин, которая добывается в Джорджии. Также ее можно встретить на севере штата Нью-Мексико. Такую глину можно найти практически по всей стране. Так что это отличная альтернатива. Люди привыкли к тому, чтобы стены были белые или светлых тонов. И этот светлый раствор из глины, песка и соломы – прекрасный выбор. Вот это обычная глина из наших краев. Она такого цвета, который люди обычно считают цветом глины. А вот это глиняный раствор на основе Каолина. И это тоже глиняный раствор. И как вы видите, разница между этими двумя растворами довольно существенная. И эти два вида глины можно смешивать между собой, чтобы получить темно-желтый цвет, или кремовый, или белый. А можно добавить немного коричневого. Это стационарный аппарат для крошения сорняков. Я прикрепляю к нему мусорный пакет, и молотая солома будет попадать в него. Это будет первый помол. А затем мы молотую солому опять пропустим через аппарат, чтобы солома стала еще мельче для нашего накрывочного слоя. Это действительно хорошая чистая солома, как видите. Такая у нас есть. Но в некоторых местах она покрывается плесенью, потому что она промокла. Такая солома нам не нужна для накрывочного слоя, чтобы в нее не попала плесень. Поэтому мы будем использовать только хорошую чистую солому. Такой тюк у нас есть. Вот здесь есть немного плесени, мы будем ее избегать. Но остальная солома хорошая. Включаем аппарат. Сделали первый помол. Солому кладем сюда. Отлично. Как видите, в консистенции соломы есть довольно большие куски, поэтому мы эту солому еще раз пропустим через аппарат, чтобы получился более тонкий помол. Хорошо. Начинаем второй раунд. Отлично. Давайте посмотрим, что получилось. Вот теперь солома гораздо мельче, и она будет хорошо смотреться в нашем накрывочном слое. Замечательно. Солома готова. Теперь поговорим о других материалах. Здесь у нас кварцевый песок номер 60. Белый кварцевый песок. Можно использовать номер 70, а можно и 90, а можно и 30. А если вам важен свет, если вы хотите получить хороший чистый цвет, убедитесь, что вы используете действительно хороший белый песок. Такой, как этот. Его порой нелегко найти. А можно просеять через оконную противомоскитную сетку, простой строительный песок. Такой просеянный песок подойдет нам идеально. Не получится тонкой полировки накрывочного слоя, но все же смесь получится хорошая. А здесь у нас белый коалин. Это гончарная глина. Ее можно купить в любом магазине керамики. Тип глины, который мы используем здесь, называется номер 6, но можно также использовать и другой тип. Главное, смотрите, чтобы глина была белой, и чтобы она была коалиновой. Коалин сильно не сжимается и не расширяется, и не трескается, что очень важно для накрывочного слоя, а также легко накладывается. Мы также добавим в нашу смесь несколько пригоршней дважды помолотой соломы. Она помолота очень хорошо и мелко. Итак, добавляем несколько пригоршней соломы. А наш последний ингредиент здесь – пшеничная мука, которую мы уже использовали для штукатурного раствора. Мука является хорошим связующим компонентом, придает смеси хорошую силу сцепления со стеной. Следите, чтобы в смесь не попала пыль. Это очень важно. Ни накрывочный слой, никакой другой слой не должен содержать пыль. Надо стараться этого избежать. Ну вот, все материалы готовы, можно загружать их в мешалку. Мы будем использовать около 60% песка и 40% глины с соломой с добавлением клейстера. Можно использовать песок и глину в равных долях, но мы сделаем содержание песка немного выше. Когда я готовлю раствор для накрывочного слоя, я предпочитаю использовать для измерения ведра, а не лопаты, потому что ведрами можно измерять более точно. А когда работаешь с светом, это очень важно. А теперь мы добавляем глину. Нужно быть предельно точными при измерении количества материалов. Убедитесь, что вы насыпаете полные ведра. Мы собираемся добавить сюда полное ведро соломы. Вы можете добавить больше, а можете вообще не добавлять. Но солома придает раствору красивую текстуру, поэтому мы все же добавим одно ведро. А затем добавим клейстер. Полторы или две чашки. Можно добавить больше. Некоторым видам глины вообще не нужен клейстер, так что иногда его вообще нельзя добавлять, иначе будет неудобно работать мастерком. Но для нашего рецепта клейстер нужен. Отлично! Все готово для сухого перемешивания. Мешалка наполнена сухими ингредиентами, но когда мы добавим воду, будет ощущение, что смесь уменьшилась. Но на данном этапе из мешалки будет вылетать сухой материал, как только мы ее включим. Вот идеальное средство это избежать. Так мы можем удержать весь сухой материал внутри. В общем-то, нам надо проследить, чтобы все сухие ингредиенты, которые имеют тенденцию опускаться на дно, такие как песок, все перемешались с остальными материалами. Теперь, когда сухая смесь готова, начинаем добавлять воду. И лучший способ сделать это при помощи шланга. Многим, наверное, интересно узнать, сколько ветер воды. Всегда будет по-разному. Лучше знать, какой консистенции смеси нужно добиться, и тогда ее всегда будет несложно получить. Сейчас при смешивании видно, что смесь еще достаточно сухая, поэтому продолжаю заливать воду из шланга на полную. И когда мы приближаемся к тому моменту, когда в смеси появляются комочки, теперь очень легко налить слишком много воды. Так что лучше всего теперь добавлять воду маленькими порциями. Верите или нет, нам нужно добиться консистенции шоколадного мусса. А теперь проверим консистенцию. Замечательная. Видно, что она довольно легкая. Мне кажется, можно сделать ее еще немного влажнее. Но знаете, если вы не уверены, то лучше всего пойти и бросить немного смеси на стену и посмотреть, как она будет размазываться мастерком. Я и сама так часто делаю. Так вот, кладем небольшую тестовую порцию нашего раствора на стену. И я обычно делаю несколько тестовых порций, чтобы проверить не только цвет, но и текстуру, насколько хорошо смесь восстанавливается после трения и прочной ли она. И первым делом я сбрызгиваю стену. Я всегда смачиваю предыдущий слой перед тем, как нанести свежий слой, чтобы они лучше сцепились друг с другом. Так что я предпочитаю работать на влажной стене. Давайте возьмем немного раствора. О, великолепно! Ложится прекрасно! Как будто обмазываем кремом торт. В нашем растворе достаточно много соломы, но чтобы ее увидеть, смесь надо размазать. Все растворы смешаны, и мы готовы наносить их на стены. Но сперва надо еще кое-что сделать со стенами. Некоторые места нужно защитить. Мы очищаем края и покрываем их пленкой, чтобы края получились красивые и ровные. А теперь мы готовы наносить слой раствора на стены. Надо, чтобы раствор для всей стены был готов до того, как вы начнете работу со стенами, чтобы вы могли спокойно наносить раствор на стены и не беспокоиться, что вам его не хватит. Я начну работу с самого верха стены. При помощи цветочной брызгалки я смачиваю стену, чтобы не залить водой все остальное. Сперва я кладу раствор на стену, а затем начинаю его размазывать. Хорошо разравнивать его в разных направлениях. Надо силой надавливать на мастерок, и будьте внимательны на швах. Я оставляю следы от мастерка, а также некоторую текстуру, потому что позже я возьму крышечку от йогурта и все тщательно выровняю. Беру небольшое количество раствора на крышечку от йогурта и прохожусь ею по углу. Я прилагаю немного силы, и угол получается гладким и округлым. Без крышечки мы бы этого не добились. А также на внешнем угле нам понадобится крышечка от йогурта для создания гладкой округлости. Отлично! Теперь у нас достаточно раствора на стене. Можно начинать его выравнивать. А теперь я беру кусочек полиэтилена, слегка смачиваю его и провожу им по верхушке. Посмотрим, получится ли у меня. Вот так. Начинает смотреться хорошо. Знаете, при помощи мастерка такой изгиб не сделаешь. Было бы просто невозможно им сделать так, чтобы все эти углы хорошо смотрелись. А при помощи пластика можно сделать красивые изгибы. Стена готова к полировке, если она еще влажная, но уже не липкая. Так что теперь я выравниваю ее с большим нажимом. Я чувствую, что рука прилагает больше давления. Таким образом заполняются все поры на стене. Стена становится очень гладкой и однородной. На этом этапе надо давить сильнее. Часть материала отойдет, а часть нет. Но это всегда для меня сюрприз, узнать, что же в конце концов будет выглядеть лучше. Такая полировка делает стену действительно очень гладкой на ощупь. Чем больше вы ее полируете, тем более гладкой она становится. А теперь снимаем защитные пленки, после того, как мы нанесли наш раствор и отполировали стены. Нам лишь остается немного почистить сверху и снизу, и стена получается очень красивая. Глина, которую мы используем для накрывочного слоя, намного жиже, чем для первых слоев, и это позволяет ей ложиться гораздо глаже, чем у предыдущих покрытий, так как мы делаем накрывочный слой толщиной всего в 5 миллиметров. Я делаю слой глины толщиной примерно как слой штукатурки под ней. Заполняю пробел, который был здесь ранее. Для закругленных углов я зачерпываю небольшое количество раствора боковой стороной мастерка. Быстро накладываю и размазываю его по округлости. В отличие от тонкой обработки внутренних стен, нанесение раствора на наружные стены происходит широкими мазками, и мы используем только округлый мастерок. Лучше всего, когда на данном этапе над стеной работают двое. Один наносит раствор, а другой разравнивает его. Мы делаем широкие мазки в разных направлениях. К моменту нанесения накрывочного слоя мы стали уже настоящими профи по нанесению глины. По мере того, как глина высыхает, я продолжаю разравнивать ее мастерком, прилагая все больше давления, чтобы убрать все отметины от мастерка. И надо продолжать это делать, пока стена не будет соответствовать вашим эстетическим требованиям. Как видите, по мере высыхания глина становится все светлее. Вся тонкая работа закончена, и наш дом готов. Я в восторге от того, каким получилось. В нем есть что-то замечательное, что нельзя передать при помощи фото и видео. В нем есть своя сущность, которая вызывает чувство комфорта. Я думаю, эстетику надо выдвигать на передний план экологического строительства. Проектируете ли вы дом на одну семью или целое офисное здание. Эстетический вид постройки сразу скажет, удался ли проект или нет. В этом задача строить так, чтобы здание хорошо служило своим обитателям. А чтобы здание служило долго, оно должно быть красивым на вид и создавать приятную обстановку для работы и отдыха. У меня полы сделаны из камня, и ступеней тоже. Я хочу, чтобы все вещи служили долго. Я хочу, чтобы внутри дома было так же, как снаружи. Захожу в дом, несу что-то громоздкое, нечаянно задеваю дверной косяк, да так, что на нем остается зарубина. Смотрю на нее и говорю, какая красота. Я хочу изменить все отношение к проживанию и жилищам. Жилой дом, как живой организм. Мы быстро разрушаем нашу окружающую среду, потому что при строительстве домов мы должны обязательно следить, чтобы наши постройки были не только хорошо разработаны, эстетически приятны, но и были функциональны. В прошлом никто никогда не думал о суперизоляции домов. А зачем беспокоиться? Ведь можно просто установить более мощные кондиционеры и просто выдувать из домов жаркий воздух. Но теперь все меняется. В нашем доме в разгар лета, когда в 3 часа дня температура поднимается до 38 градусов по Цельсию, вырабатывается электроэнергия, 900 ватт электричества. Хотя из приборов в доме работает лишь холодильник. И как и любой другой холодильник, он то включается, то выключается. Кондиционеров здесь нет. Так что даже в периоды наивысшего потребления электроэнергии, когда в соседнем доме кондиционеры работают на полную мощность, лишь для того, чтобы обеспечить комфортную температуру внутри и используют максимальное количество электроэнергии в послеобеденные часы, этот дом использует абсолютный минимум электричества, а производит максимальное количество электричества. Но самое замечательное в том, что можно пользоваться всеми этими преимуществами эффективного дома, и при этом сам дом является красивым и удобным местом для жизни. Этот дом гибрид, а это значит, что мы комбинируем все лучшее из обоих миров. Эстетическая красота как зеленых, так и традиционных стройматериалов сочетается с высокими технологиями для обеспечения эффективности и выработки энергии. А что может быть лучше этого? Целью постройки этого дома было посмотреть, что такое дизайн с чистого листа, без оглядки на какие-либо правила и установки. А что, если бы мы могли создать дом, который бы впитывал солнечный свет, и этот свет сокревал бы дом зимой? Что, если бы крыша вырабатывала электричество более чем достаточно для работы всех электроприборов в доме? Что, если бы мы воспользовались преимуществами прохладного ночного воздуха, чтобы охлаждать дом в жаркие летние дни? Что, если бы изоляционные материалы росли в поле, и мы могли бы делать из них большие блоки и строить красивые стены с минимальным использованием дерева? Что, если бы восхитительная штукатурка для стен могла бы добываться из земли, а потом накладываться на стены радугой цветов без использования краски? Что, если бы с этими материалами было бы легко работать и создавать из них естественные и элегантные формы и текстуры? В строительстве этого дома использовали самые лучшие из имеющихся материалов, и все решения принимались, основываясь на том, как лучшим образом использовать их формы и функции. Дизайн разрабатывался с учетом того, что было действительно необходимо, и иногда приходилось отходить от традиционной строительной системы в пользу более инновационных решений. Создание этого дома было попыткой приблизиться к тому, как работает наша планета. Как и сама природа, мы учитывали причинно-следственные связи. Вот что такое сознательное строительство. Вот что такое сознательное строительство. , который используется, что это самое главное, Продолжение следует... 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует...